До того, как я оказался в мире ЛКМ и в компании Meffert, у меня был долгий ветернистый путь, и в том числе 12 лет я отработал в области архитектуры, непосредственно проектируя здания и сооружения. Супруга моя, дизайнер интерьеров тоже, так что я очень хорошо, неподнаслышке знаю вашу жизнь, и поэтому уверен в том, что вся та информация, которую я до вас подобрал, она вам будет очень полезна. Дело в том, что когда я работал в архитектуре, я обо многих этих вещах не имел ни малейшего понятия и набивал шишки в процессе работы, попадая в те или иные неприятные ситуации, скажем так, с качеством или с неправильным выбором. Потому что, как правильно Светлана и сказала, в основном мы смотрим на краску только лишь с точки зрения цвета, ну, чуть реже с точки зрения фактуры и текстуры, но в краске есть больше подводных камней, которые нам с вами, как художникам, абсолютно необходимо знать для того, чтобы наше творение простояло подольше, в хорошем виде, в достойном качестве. Мы все знаем творение там великих голландских мастеров, все они потемнели и потрескались, а если бы это были краски более высокого качества, которые тогда были недоступны, эти полотна, скажем так, не нуждались бы в такой частой реставрации, выглядели бы гораздо новее. Ну, я не говорю уже про египетские пирамиды и про прочие мраморные завоения, которые достались нам с античных времен. То есть, чем лучше качество материала для нашего, скажем так, проекта, тем долговечнее наш, собственно, плод нашего творчества. Поэтому, как бы скучно иногда не было вот это погружение в мир технических аспектов, все-таки хотя бы на поверхностном уровне нам следует это сделать. Итак, собственно, краски. Когда мы смотрим на те или иные краски в магазине, в интернете, в бутике, мы не понимаем, откуда эти банки, зачем они нужны. Ну, тяжеловато порой разобраться сразу во всей этой информации, хоть на банках и написано. Поэтому нам, особенно когда мы открываем любую из этих банок, мы видим, что там внутри одинаковая белая субстанция. И, казалось бы, как в ней разобраться. Вот, собственно, про это у нас сегодняшний наш вебинар, наше мероприятие. Ну, мы, как производители, производим большое количество разных LKM. У нас не одна торговая марка. Мы всем известны как Meffert, Agi, Fabvac, да, но у нас в России только представлено, вот видите, 7 торговых марок. Но мы сегодня с вами, если и будем отвлекаться на такую маленькую рекламу наших продуктов, то это будут торговые марки Dufo Home, Texcolor Genesis и Dufo Premium. Остальные марки я, скажем так, не стал бы рассматривать в рамках нашего сегодняшнего диалога, потому что мы все-таки здесь говорим о высококачественном ремонте, да, который позволит нашему художественному решению для того или иного интерьера сохраняться как можно дольше в том виде, в котором мы его задумали. Поэтому еще раз Dufo Premium, потом у нас идет повозрастающий по качеству Dufo Home и условно назовем так венец творения. В сегодняшних российских реалиях у нас самая лучшая линейка – это Texcolor Genesis. Ну, разумеется, у нас есть сайты, где вы сможете ознакомиться с данными продуктами. Это Texcolor.pro, Dufo.ru и на этих сайтах, разумеется, есть технические описания на каждый продукт, где вы или ваш строитель всегда сможет скачать на ту или иную краску максимальную информацию, максимальное техническое описание и все, про нее узнаете. У нас также есть каталог, в котором очень удобно в рамках одной страницы отражена самая ключевая информация по тому или иному продукту. И все это есть и у наших коллег по цеху, да, у наших конкурентов, разумеется, они у всех на слуху. Ребята, если кто-то здесь, всем привет. Итак, поехали. Краска, цвет ли это? Разумеется, когда мы задумываем ту или иную концепцию по тому или иному нашему проекту, мы, конечно же, в основном думаем о средеобитании, да, об объемно-планировочном решении, но цвет, конечно же, в этом всем занимает ключевое место, потому что цвет создает настроение. И у всех людей разные предпочтения по цветовому решению его жилища. Поэтому вот мы видим фисташковый цвет, у нас одно настроение. Берем, делаем эту картинку черно-белой, и у нас уже настроение совсем другое. Соответственно, цвет важен, и мы это не отрицаем. Но об этом много раз уже говорили. Наша сегодняшняя встреча, она немножко про другое. Как я уже сказал, мы открываем банку, она изначально белая, мы ее колеруем, и, в принципе, видим некие субстанции, либо разноцветные, либо белые. А как понять, какого производителя выбрать нам, какой тип краски нам применить? Их столько много совершенно различных. Что нужно знать дизайнеру неопытному, да, или дизайнеру опытному, но не в этой сфере, да, который не погружался в эти вопросы? Что нужно знать для того, чтобы выбрать для себя правильный инструмент? Потому что для вас лакокрасочный материал – это инструмент, которым вы реализуете свои задачи. Этот инструмент, этот материал, он должен быть качественным. Что мы будем сегодня обсуждать с вами? Первое, что я хотел бы отметить, вы должны точно понимать, кто произвел эту краску. Что это за материал, кем он произведен, по каким стандартам, принципам, кто несет ответственность за этот продукт. То есть, условно, это может быть какой-то всем известный концерн, или там просто уважаемая компания средней руки, да, или это просто гаражное производство, где все это мешается, условно, лопатами в чане. Да, второе, что у нас все-таки по цвету, по колеровке, какие вы, как автор, как художник, получаете инструменты для того, чтобы заколеровать эту краску. Вам могут сказать, а она не колируется. Выбирайте только готовые цвета. А у нас есть только вот такие пигменты, к сожалению, они там выгорают, да, или там у нас не бывает каких-то особенных палитр. Мы колеруем по другому производителю. Вот все эти вещи, конечно, лучше их избегать. У вас должен быть полный ассортимент по колеровке. Мы об этом поговорим. Качество, ну, разумеется, да, как понять, какая краска качественная, какая нет. Конечно, об этом можно было говорить отдельно часов в пять, но мы постараемся пройтись по верхам, чтобы у вас были некие ориентиры в этой жизни, и вы, когда столкнетесь с той или иной ситуацией в жизни, вспомните, о чем мы сегодня с вами говорили, и на основе услышанного сможете понять, по какой тропинке дорожки идти. Фактура, она же текстура. Очень важный момент, потому что цвет цветом, а что у нас получится на стене? Мы выбрали краску X, рабочие ее начинают наносить, а она там не катится, она не распыляется. Или, например, вы хотели гладкую фактуру, а получается шагрень, а маляры говорят, слушайте, а эта краска не может быть гладкой, не все об этом знают, да, в дизайне и в архитектуре, что не каждая краска позволяет сделать ее гладкой на поверхности, на подложке. Дальше. Удобство для маляра техника аппликации. Мало кто задумывается о наших партнерах, о бригадах маляров, и нам обязательно нужно учесть их интересы, потому что от этого зависит очень-очень многое. Далее. Сервис какой? Сервис предоставляется вам, если вы работаете с конкретным продуктом. Есть продукты без сервиса, есть продукты с сервисом самым минимальным, базовым, который, на мой взгляд, не должен удовлетворять дизайнеров, архитекторов. Ну, финансовый аспект, разумеется, да. Мы все работаем не только за идею и экологичность. Да и, кстати, наши клиенты тоже не всегда готовы, да, например, платить какие-то деньги для того, чтобы потом покупать еще раз краску, да. То есть лучше купить сразу достойный хороший продукт, и чудесно и бывает, этот продукт, как правило, стоит определенную сумму. Итак, друзья, я первый раз тоже, как и вы, в этой вебинарной комнате. Ну, простите мне то, что я немножко буду иногда теряться, но постараюсь ориентироваться оперативно. Итак, кто произвел? Ну, наверное, единственный такой блок, где мы будем рассказывать про себя. В остальном только полезная информация. И давайте я все-таки расскажу конкретно про нашу компанию, коли уж сегодня вашим спикером являюсь я. Итак, Meffert Agifabek. Компания была основана в далеком уже 1948 году. Вот этим человеком его звали Otto Meffert. И компания стартовала с такой маленькой площади, и магазинчик-лаборатория назывался Otto Meffert и сын. Здесь, собственно, Meffert придумывал свои материалы, здесь он их производил какими-то маленькими установочными партиями, и здесь он их и продавал. Если у него были какие-то крупные заказы, он, наверное, размещался где-то на аутсверсинге, и ему делали сторонние производители. Ну, у Otto была мечта свое, собственно, настоящее ЛКМ-производство, и к этой мечте, вот к первой фабрике Otto Meffert и сын, он пришел всего за 8 лет. То есть с 1947 года Otto создавал первый набор своих стартовых рецептур, своих первоначальных, изначальных продуктов, видимо, проектировал свою фабрику, скапливал первоначальные средства для ее строительства, может быть, открывал какие-то кредитные линии, и к 1955 году строительство было завершено 8 лет. То есть история компании, она началась, как часто это бывает в Германии, с одного человека. Началась она в городе Бат-Кройснах, это Западная Германия, и, собственно, наша компания является по сей день семейным предприятием. С 1955 по 1985 год компания развивалась в рамках Западной Германии, увеличила количество своих фабрик, строила новые, поглощала интересные производства в рамках западноевропейского рынка, и постепенно, потихоньку вышла, вошла в топ-3 производителей ЛКМ в Европе. В 1985 году Otto становится уже стар и передает бразды правления своим внукам, Дитеру и Клаусу Мефферту. То есть сегодня, по сей день, компания управляет Дитер и Клаус Мефферт. Они являются акционерами компании. То есть в 1980 году произошла рестекуляризация, компания переименовывается с Otto Мефферт и сын в Мефферт Аги Фабека, но это акционерное общество, акции компании принадлежат только лишь членам семьи Мефферт. То есть мы по-прежнему, компания Мефферт Аги, и, да, она является семейным предприятием. Итак, видите, логотип. Сначала у нас был такой веселый маляр в кепочке. Но с 1982 года появился всем известный ежик. Дюфа – это одна из торговых марок нашей компании. В Европе у нас также есть Динова торговая марка, есть Профитек, который конкурирует в топ-сегменте с такими красками, как… Ну, давайте не будем делать рекламу нашим конкурентам. Обычно мы это все называем, да, но сегодня у нас более широкое мероприятие для широкого круга лиц. Итак, наверное, примерное понимание о том, как зародилась компания, есть. В 1994 году происходит первый импорт уже в Российскую Федерацию, и до 2005 года мы существуем в рамках импорта. В 2005 году строим первый завод России в городе Реутов. Ну, кто не из Московской области, не из Москвы, это прямо на МКАДе, это практически Москва Реутов. 15 тысяч тонн лакокрасочной продукции в год. Но уже практически сразу мы видим, что нам и этого не хватает объема, и мы начинаем строительство второго завода на территории Ногинск Технопарк. Это промышленный кластер, где находятся только немецкие предприятия. И к 2010 году мы заканчиваем строительство второго завода, и в какой-то момент у нас существовало два завода в России. Но первый мы сразу сворачиваем, и все оборудование переводим в Ногинск. В 2019 году все старое оборудование было демонтировано, и мы закупили абсолютно новые с иголочки высокотехнологичные линии. И на сегодняшний день не на всех заводах Германии у нас такое оснащение, как в России. И мы уверенно можем говорить, что на сегодняшний день в Российской Федерации у нас самая передовая материально-техническая база. Все, кто приезжает к нам на заводные экскурсии, подтверждают это. А ребята бывают и на остальных фабриках. Ну, все примерно понимают, кто у нас в топ-5 в России входит. Вот мы на сегодняшний день имеем самые технологичные линии. Ну, пару слов я об этом еще скажу. Вот так выглядит на сегодняшний день наша первая площадка в Германии. Это производственная долина в городе Бадкройцнах. То есть раньше была у нас такая вот маленькая территория. Вот такой был первый заводик. Сейчас процедура инновации фасада произошла, и территория очень большая. Вот здесь у нас не футбольное поле, а подземное хранилище воспламеняющихся компонентов красок для производства материалов на органическом растворителе. Кроме этого завода у нас еще в Германии 5 площадок. Итого 6 заводов в Германии, в Италии, Венгрии, в Литве, в Украине и в Российской Федерации. Как выглядит в Российской Федерации площадка? Вот ее вид. Я, собственно, сейчас нахожусь вот здесь. И что мы можем предложить на рынке? На рынок. У нас очень большие производственные мощности, 70 тысяч тонн лакокрасочной продукции в год. Если вдруг у нас они заканчиваются, у нас уже сразу заготовлено свободное место под установку больших двух крупнотоннажных диссольверов. Это такие чаши, в которых происходит замес краски. У нас современная лаборатория, контроль качества, склады класса А. Это значит, у нас есть устройство всепогодной загрузки-выгрузки. Никогда краска не будет храниться на улице ни в мороз, ни в жару. И даже загрузка невозможна. У нас невозможна загрузка с передержкой палеты, загружаемой на улице, потому что у нас нет разгрузочно-погрузочных рамп. Складские ребята не смогут, пока формируют фуру, вашу краску, которую вы заказываете на свой объект, бросить на рампе. И она под минус 30 простоит 45 минут, пока искали другие палеты. У нас все происходит через док-шелтеры. Это шлюзы, куда фуру сдают кормой и становятся единым целым со складом. Склады у нас с системой климат-контроля, пожаротушения. И, собственно, краска всегда хранится в идеальных условиях. Это очень важно для вас, если вы вдруг станете нашими клиентами. Будьте уверены, что на нашем заводе производство, естественно, на высоком уровне и хранение. Ну, собственно, далее, наверное, стоит сказать, что мы по итогам прошлого года пребываем по России, если мы будем брать разрез вододиспенсионных красок, на третьем месте. На первом месте Тикурила с высокотехнологичными продуктами. На втором месте Лакросинтез. Вы знаете, что Лакрова в основном занимается DIY-сегментом. Ну и Мефирт Продакшн на 6-7% высокотехнологичные продукты в основном. Окей, это для информации о том, кто мы и что мы. Ну и немножечко картинок я прям голопом пробегусь по нашим стандартам производства. Например, у нас все вододиспенсионные краски, это единственная фабрика в России, которая может такое, производится в автоматическом режиме. Все сыпучие компоненты у нас не вручную ищутся на складе, в мешках засыпаются руками. У нас приходит такой бункер с сыпучим компонентом для затворения той или иной водяной краски, водной краски. Компрессором перекачивается промежуточный силос. В промежуточном силосе он смешивается с неким гелеобразным веществом и получается сырьевая паста. Паста перекачивается в сырьевые бункера силоса и стоит, ждет своего часа. А когда нам нужно произвести какую-то краску, в которой все компоненты сырьевые перекачиваются таким вот трубом, и у нас везде есть компьютерные терминалы. То есть завод полностью автоматизирован и компьютеризирован. Наш технолог подходит к этому терминалу, выбирает нужную краску, убеждается, что все есть в наличии по компонентам, как в струйном принтере. Нажимает кнопочку «Пуск» и, собственно, в десольвер начинается автоматическая дозация тех или иных компонентов. За исключением крупной мраморной крошки для декоративных штукатурок фасадных и материалов на органическом растворителе. Это невозможно из-за пожарных требований. Мы не можем хранить горючие материалы над землей. Высоро-технологичные линии автоматической упаковки термоусадочной пленки ставится палета, быстро затягивается пленкой. Видео я не отважился запускать, я боялся какого-то глюка, друзья, первый раз на этой площадке. И после упаковки материал уезжает на склад полностью оцифрованный. У нас выезжает QR-код, работник склада его пикает, скажем так, и отвозит на склад. Наши склады выглядят очень, так скажем, впечатляюще. Впечатляюще – это несколько галерей, которые выглядят вот таким вот образом, и склад полностью оцифрован. То есть палета ставится на то место, которое прописано в лоттопе. После установки на свое место работник склада, опять же, сканирует штрих-код, и палета заводится на склад. Вот пожаротушение, как я говорил, форсунки. И, собственно, материалы хранятся в идеальных условиях. Климат-контроль, пожаротушение, и никогда он не будет на морозе. Друзья, я тоже иногда начинаю волноваться, что я выпал из эфира, поэтому прошу, если не трудно, поставить пару плюсиков, что меня слышно и видно. А мы едем дальше. По поводу лаборатории. В лаборатории у нас есть и алкидная, и вот дисперсионная. Естественно, мы смотрим и на свои характеристики, отслеживаем и конкурентов, чего греха таить, чтобы понять, где мы находимся по отношению к ним. Так как мы являемся игроком верхнего сегмента, мы в топ-3, мы всегда должны отслеживать своих соседей по вот этому условному рейтингу, чтобы быть в игре, быть в рынке. Соответственно, лаборатория у нас аккредитована по стандарту ISA 9001, но не просто мы где-то там нашли в переходе в подземный этот сертификат, а у нас он от группы компании TUF. Это самый суровый аудитор на европейском рынке. Ребята среди клиентов имеют такие концерны, как Siemens, Nestle, Hyundai, Kia, Thyssen Group, Hilti, DHL, Continental, Bayer, Microsoft. То есть все очень серьезно. Компания была образована аж в 19 веке, когда у нас были паровые котлы, и если государственные эмиссары не успевали проверить тот или иной завод, то котел мог взорваться, поэтому промышленники тех времен собрались в инициативную группу, вышли на государство и сказали, ребята, вас мало, нас много, обучите нас, а мы уже сами себя. Вот так началась группа компаний TUF. Если вдруг у нас в Ногинске здесь зазбаят какие-то весы, то всему концерту Меферт Аги приостанавливается действие этого сертификата. Поэтому у нас очень чисто, очень все процессы исполняются, скажем так, досконально и кропотливо. И поэтому у нас многие, кто к нам попадает в гости, они все время очень удивлены. Во многом это не только из-за того, что мы такие педантичные, а из-за того, что у нас очень ответственная аудитор. По системе качества. Разумеется, кто-то из вас, может быть, посчитал, кто-то нет. 47-й год – это старт нашей компании. Соответственно, сейчас нам уже 75 лет. У нас очень богатая традиция рецептурная, и мы знаем действительно, как делать любые краски. Но когда мы изобретаем, придумываем, создаем новую краску, мы не варимся в собственном соку. Мы отдаем эту краску на тесты. На тесты лидерам рынка по производству малярного инструмента. Ну, например, компания ANZE, которая в Швеции была основана в 46-м году, или в компании STORH. Вот это кисти и валики. Ребята смотрят, как краска ведет себя с их инструментом. Если есть какие-то нарекания, они нам говорят, и мы изменяем рецептуру перед выпуском на рынок. То же самое касается и распыления. Вы, наверное, слышали, что лидерами рынка по распылению являются американская компания Graco и немецкая компания Wagner. Да, по результатам этих тестов мы делаем такие буклеты, которые на сайтах мы на наших выкладываем. К какой краске, какая кисть и варик лучше подходит. Компания Wagner была основана, как и мы, в 47-м году. И мы вместе с ними тестируем материалы на превоздушном и безвоздушном распылении. Что я хочу вам этим сказать? Что наша продукция, она не просто сама по себе где-то находится, в собственном соку варится, она протестирована на малярном инструменте. Поэтому маляры точно могут быть уверены в том, что наши краски пригодны для, собственно, нанесения. Потому что нельзя из ведра просто выплюнуть краску на стену. Нужно взять кисть, валик, краскопульт, либо аппарат высокого давления. Соответственно, все мы это делаем, тестируем и выпускаем по результатам спрей-гайда совместно с той же компанией Wagner. Окей. Я думаю, что я успел быстро рассказать про нашу компанию. И давайте самую занудную часть, которую у нас сегодня будет, вначале, скажем так, закроем. Это качества и стандарты. Ну, и немножко, получается, и характеристики. Смотрите, так сложилось, что... Ладно, немножко забежал вперед. Окей. Мы все знаем, что лакокрасочный материал, это как бы неоднородная история, да, что это композиционный состав. То есть некая композиция определенных компонентов, которые в своей совокупности дают нам тот или иной материал с определенными нужными нам свойствами. Вот. И, конечно же, мы всегда думаем, что самое главное для нас, как для дизайнеров, архитекторов, это, собственно, декоративные качества краски. Окей. Но краски, как у лакокрасочного, собственно, покрытия, да, есть и другая сторона. Это защитная функция. То есть краска, она нужна нам не только для того, чтобы было красиво, а еще для того, чтобы было, ну, долговечно, да, и чтобы у нас определенные неприятные вещи не происходили с нашими стенами. Например, стена может там, с нее может быть сыпаться штукатурка или песок, она может милиться, вот, она может быть шершавая, ну, вот что-то такое, да, из нее мы можем нечаянно пролить на нее что-то, да, и это что-то впитается там в черновую штукатурку, и останется пятно. Нам так не хочется, чтобы было. Нам хочется, чтобы было и красиво, и защищено. Поэтому особенно, конечно же, защитная функция касается различных фасадных материалов, либо эмали, которыми окрашиваются различные инструменты, различная техника, но мы сегодня не про это, да. Вот, окей, то есть мы знаем, что у нас есть защитная декоративная функция. Как нам оценить защитные свойства краски? Так сложилось, что в Российской Федерации не очень сильны государственные стандарты по краскам, и все лидирующие компании пришли к тому, что топовые свои линейки мы создаем по немецкому стандарту. DIN 13300, он же DIN EN 13300, потому что он уже и сквозной для всей Европы. Вы сами сможете найти его легко в интернете, но на что стоит обращать внимание? То есть вот у вас есть задача выбрать какую-то краску для своего проекта. Первое, что вы должны сразу вспоминать, ага, там был какой-то DIN, какой-то 13, что-то там. В общем, 13 – классное число, чтобы запомнить. В общем, какой-то стандарт, начинающийся с цифры 13, в характеристиках должен быть. Вот, и это уже классно, да. И смотрим, что там самое основное. Это укрывистость, она же контрастность. Это устойчивость к мокрому истиранию краски. Это степень блеска или глянца. Ну и максимальная зерно, степень перетира. Это больше для маляров интересно. То есть нам, как людям, которые оценивают визуальный продукт, нам важно, что там с истиранием, насколько она долговечна, да, как она сопротивляется трению, воздействию влаги, насколько она хорошо кроет. Вот, не будет ли нам заказчик говорить, что из-за нас он вынужден был купить 6 раз краску, потому что она с 5 раз не укрыла. Да, и во всем этом виноваты мы, потому что мы порекомендовали, а значит, скажем так, потратили свою репутацию на нехороший продукт. Ну и по степени блеска. Потому что мы должны понимать, нам нужна краска вообще, которая не блестит абсолютно матовая, она же глубокоматовая. Либо нам нужна краска просто матовая с легким блеском при определенных углах света. Либо нам специально нужна полуглянцевая или вообще глянцевый вариант. Например, какой-нибудь потолок зеркальный. Мы лежим на кровати и любуемся собой после фитнеса, да, например. Что-то в этом роде. Или планируем начать жизнь понедельника заново. Так, и давайте пробежимся по этим характеристикам. Вы, кто-то из вас уже сталкивался, кто-то только столкнется, что он может найти в магазине краску, которая называется там краска замечательная 3 или замечательная 7, замечательная 20. Что такое 3,720? Это степень блеска в процентах. Как это у нас бывает обычно, да? У нас есть какая-то подложка. Мы на нее в лаборатории, вот пускай это будет мой коврик, да, для мышки. Мы на нее наносим краску. Она толщиной в 250 микрон. 1,4 миллиметра. 1000 микрон 1 миллиметр. И мы ставим на нее близкомер. Нажимаем кнопочку. Этот близкомер начинает посылать лучи света под углом 60 градусов. Это то, как мы примерно смотрим на стену, да, с высоты своего роста. Под 60 градусов он лучи посылает и смотрит, как эти лучи, в каком количестве отражаются. И вот такая простая таблица. Да, если у нас больше 60% прямого отраженного света, а 40% рассеянного, значит, близкомер нам, собственно, показывает угол 60. Мы понимаем, что это глянцевый точно уже, да, то есть там может быть 67, там 89, 99, 99. Это глянцевые краски или эмали. Да, все, что от 30 до 60, это полуглянцевые либо шелковисто-глянцевые. Вот, все, что у нас попадает, соответственно, от 10 до 30, это полуматовые. Вот, и самые распространенные краски, это от 5% до 10, это матовые краски. И от 0 до 5% это глубокоматовые краски. Но есть нюанс, который вам абсолютно точно надо знать, потому что многие производители с этим играют. Вы поняли, что DIN-EN – это необязательный в России стандарт, поэтому все производители, кто испытывает по нему краски, делают это на добровольной основе. Так вот, если вдруг наш прибор показывает сразу, показывает, например, 3%, а у нас угол 60 стоит, да, то мы обязаны в приборе переключить тумблер на 85 градусов, то есть сделать скользящий свет. И если при скользящем свете у нас показатели останутся в рамках там до 5%, мы можем написать на краски глубокоматовое. Но чаще бывает так, что, например, при 60 он дает, например, нам 3,5%, но когда мы переключаемся на 85, при скользящем свете блеск увеличивается, например, до 6. По правилу надо написать, что краска матовая. Так вот, не все производители это делают. Чаще, в основном, особенно вот после известных событий, когда все сильно подорожало, в куча с ее, распространяется ситуация, когда мы видим на краске надпись глубокоматовая, но когда мы начинаем читать техкарту, ну или еще где-нибудь мелкий шрифт, например, в каталоге, выясняется, что это при 60 градусах. А значит, что если вы примените такую краску в своем проекте, и стены будут окрашены этой краской, возможно, вам потом позвонит заказчик и скажет, слушайте, а как-то она поблескивает у нас, вот если вот, например, на закате, на рассвете, когда у нас скользящий свет на видовых стенах. И потом выяснится, что, оказывается, она была глубокоматовая при 60 градусах, а не при 85. Скажем так, мы гордимся тем, что краски Мефферт Аги, мы всегда испытываем краски до 85 градусов. То есть мы всегда переключаемся. Зачем это надо? У нас есть такая штука в интерьере, как потолок, на котором всегда скользящий свет с окна. Ну, я не буду сейчас камеру крутить, но вы понимаете, о чем я. Потолок всегда засвечен скользящим светом из окна, который льется. Или видовая стена. Видовая стена – это большая свободная стена, к которой может примыкать большое остекление, да, и много-много льющегося света по этой стене идет. Этот скользящий свет работает как проявочный свет. Так вот, на этих стенах очень важно либо идеально в зеркало просто невероятную плоскость выводить, чтобы можно было красить полуматовыми, глянцевыми красками. Потому что глянцевые полуматовые краски, они вообще не скрывают никаких дефектов в подготовке подложки. И все неровности, все вы будете видеть. Соответственно, маляры на таких простенках предпочитают использовать глубокоматовые краски, которые рассеивают свет, и наш глаз получает минимум информации о поверхности подложки. Поэтому на потолок, на видовые стены, как правило, идет глубокоматовая и матовая краска. А если вас слегка вели в заблуждение с этим градусом, то вы можете получить какие-то видимые огрехи в подготовке подложки. У вас стена будет не идеальная, а с какими-то перепадами, какими-то буграми. Нам это 100% не нужно, но мы еще к этому вернемся. Итак, вы должны точно знать, какую краску в проекте вы используете. Глубокоматовую, матовую, полуматовую. Все это можно прочитать в описании на краску. Всегда. Чаще всего пишется просто матовая. Но если вам конкретно интересна степень блеска, вот вы считаете, что вам надо 5%. Вы заходите в техкарту и там это читаете. Если информации нет, это уже не очень. Но вы всегда можете позвонить в техподдержку, и вам обязаны это сказать. Если на наших каких-то продуктах не указана степень блеска, значит, это продукт ближе к DIY-сегменту, но мы всегда по телефону вам скажем степень блеска. Это очень важно. Итак, например, там краска отличная 3. Это значит краска, которая дает 3% отражения по свету, прямые отраженные лучи света 3% всего, и 97% рассеивается. Мы понимаем, что это краска глубокоматовая, классная, хорошая краска, которая даст нам отличную матовую оптику на наших стенах. Стойкость к мокрому истиранию. Обязательно хочу вам про это рассказать, потому что есть мифы. Мифы следующие, что если где-то на краске написано моющаяся или устойчивая к мокрому истиранию, или просто первый класс мокрого истирания, вот их всего 5, то люди начинают думать, вау, первый класс, а буду-ка я ее сейчас мыть металлической губкой для сковороды, или пролью ли я зеленку на эту краску и тоже чем-нибудь таким потру. В ютубе есть такие видео, естественно, люди разочарованы, пролили зеленку, металлической щеткой начали это все драть, всю краску разодрали, и вывод такой, что вот обманывают производители людей. Но здесь реальность немножко другая, потому что степень устойчивости к мокрому истиранию по стандарту по 1ен13300. Что вот этот стандарт нам говорит? Я думаю, что каждый должен это знать. Смотрите, мы должны взять подложку, нанести на нее полосу краски. Мы делаем 200-250 микрон в зависимости от уровня краски. В общем, 1 четвертая по толщине миллиметра толщина краски. Ждем 28 суток, когда произойдет полная полимеризация краски, полное спекание всех полимеров, всех частич связующего, пленка у нас набирает свою силу. 28 дней. Какие-то краски за 3 недели набирает, какие-то еще быстрее. Но по стандарту 28 дней. Все, дальше мы берем такую вот губочку с нанесенным в нее абразивом. Она шершавая. Прикрепляем вот на такой вот держатель. Наливаем специальный раствор, который мы покупаем в Германии с 1% содержанием, очень активно выпав. И вот эту губочку мы ставим на этот вот держатель. Вот эту полотиночку мы потом опускаем на нее. И получается такая вот конструкция. И вот этот отправляющий туда-сюда ездит. Вот. Сначала ездит насухо. И вот у нас таблица. Смотрите. Если краска за 40 циклов вот этого туда-сюда стирания потеряла 70 микрон или больше, она значит мелится и не выдерживает даже сухого протирания. Эта краска больше не участвует в испытаниях. Мы таких красок не производим 5 класса. Дальше. Мы наливаем вот этот ПАВ, 1% состав, и включаем уже на 200 циклов. 200 циклов проходит, и мы смотрим результаты. Если у нас потери больше 70 микрон при мокром истирании, краска 4 класс. Если от 20 до 70 микрон, то это краска 3 класса. Что по ней можно сказать по классу 3 класса? По краске 3 класса. Она моется мыльным раствором, но очень нежно. То есть вы берете губочку, условно какой-нибудь моющий состав, разводите его, такой, знаете, не агрессивный, для мытья посуды, например, или еще какой-нибудь там мистер, сами знаете кто. И начинаем тереть, но без усилия. И она нормально терается. И вот этот вот подход, он не должен быть долгим, потому что краска все-таки, она в итоге размокнет и начнет смываться. Второй класс – это уже хорошая моющаяся краска. Видите, от 5 до 20 микрон это практически ничего. И первый класс – это от 0 до 5 микрон. Вот эти краски, они выдерживают даже легкий нажим, может быть, даже и сильный нажим, в зависимости от уровня краски. У нас есть краска, которая выдерживает прям очень сильный нажим. Можно даже иногда позволить себе тереть и волочным каким-то, скажем так, элементом. Но ни в коем случае не абразивные мощи. Могут быть активные мощные средства, но не абразивные. Абразив, вы знаете, можно протереть и самовар. Поэтому есть производители, которые говорят, можно тереть нашу краску, мыть, отмывать эту краску абразивом. Вот, или, например, выдерживать мытью абразивом, и звездочка, но сколько раз, и как долго это продлится. Я всегда говорю, что можно ли есть бледные поганки. Конечно, да, но только один раз. Поэтому можно все краски мыть с помощью абразивных составов, но это ненадолго. Какое-то количество циклов, и краска и стирается. Друзья, я надеюсь, вы понимаете, что вот эта щеточка, губочка, она не Кинг-Конг, не горила, и сильно она эту краску не трет. Поэтому, если первый класс, мы понимаем, что можно помыть краску, можно даже чуть-чуть приложить усилия, можно даже активные моющие средства применять, но не агрессивные и не абразивные. И не надо всю массу тела накладывать на лакокрасочное покрытие, иначе оно сотрется. Это должны знать вы и ваши заказчики. Так, окей, ну и по укрывистости. Очень много копий обычно ломается, насчет укрывает краска или нет. Например, вы на банке прочитали, первый класс укрывистости, выбрали этого производителя. Малеры взяли, покрасили, и у них не укрыло с первого слоя. Здесь есть нюанс, что такое вообще класс укрывистости. Это не значит, что краска в минимально тонком слое, а каждый малер это вообще по-разному воспринимает, должна укрывать все, позвольте мне такое слово, как наглухо, да? Нет. Она, эта укрывистость замирает следующим образом. Во-первых, количество краски для одного слоя задает производитель, поэтому у всех оно может быть разным. Второе. Мы должны специальным кондуктором нанести краску на карту Линетта в определенной толщине. Не 50 микрон, как многие любят растягивать, не 10 микрон, а 200-250 микрон. Ну, краски премиальные у нас идут 200 микрон, а потоньше делаем пленку, чтобы пожестче было испытание, да? Краски DIY сегмента 250 микрон. И дальше специальным прибором мы меряем контрастное соотношение между укрытым черным квадратом и белым квадратом. И если это контрастное соотношение 99,5, то краска первого класса. Если там 98-99,5, это второго. И вот чтобы вы понимали, что вот на этой фотографии вот это, вернее, вот это, вот это краска первого класса укрывистости, но слой 100 микрон. 200 микрон, все, видите, она полностью закрывает. И вот эта краска второго класса укрывистости, видите, насколько маленькая разница между вот этим и вот этим. Ну, собственно, и по процентам она маленькая. Но бывает так, что неопытные строители, которые назвались малярами, но таковыми не являются, они неправильно подготовили подложку. От этого зависит чудовищно много, но мы об этом сегодня не будем говорить. Неправильно подготовили подложку, она с разной степенью впитываемости, не положили грунт краску, если она проблемная. В общем, много чего не сделали. Проблемы со шпатлевкой, со штукатуркой, все в пятнах, все по-разному впитывает влагу. Положили тончайший слой краски, там чуть ли не в ноль ее вытянули, и говорят, слушайте, она не кроет. Вот это все мы должны понимать, что проблема не в краске, а в технологии работ. Поэтому краска первого класса, она должна закрывать контрастную шахматную подложку, например, карту Линета, в слой хотя бы 200 микрон. Это два слоя валиком. И не тонких, а нормальных, правильных слоев. Окей, но в сети и в наших соцсетях есть инструкции по тому, как красить валиком, как красить безвоздушным распылением, про правильные слои, про правильные подходы. Это тема немножко другого мероприятия. Друзья, я надеюсь, понятно, на что обращать внимание. Еще раз, степень блеска нам нужно точно понимать, при этом при 85% падения угла. Что у нас с мокрым истиранием, первый или второй класс, ну и в принципе третий тоже можно, если не нагружены помещения. А что у нас с укрывистостью и соответственно, как это выглядит? Немножко фотографии, что вот, например, мы можем взять краску недорогую, совсем прям бюджетную. Мы ее производим, например, неплохая краска Profilux. Это высоконаполненная, скажем так, толстослойная краска. И казалось бы, она должна укрывать первым в одном, в 125 микронах даже. И вот мы ее укладываем, и полоса контрольная черная просвечивается. Что делать? Паниковать или нет? Конечно нет, потому что второй слой полностью эту полосу закроет. Но вот мы берем нашу премиальную линейку Dufo Premium Keramat. Это тонкослойная краска. Казалось бы, все тонкослойные краски менее укрывистые, чем дешевые какие-то краски. И она стоит практически в три раза дороже, в четыре даже, наверное. Но мы укладываем всего лишь один тонкий слой Dufo Premium Keramat примерно 125 микрон. И несмотря на то, что это тонкая краска, она сразу с одного раза закрывает эту полосу. Вот разница между дешевыми и дорогими красками. Поэтому в ведре все выглядит одинаково, но по факту вы видите, что вот оно, толстая краска, высоконаполненная, толстослойная, не укрывает с одного слоя, хотя она и не обязана. Просто как пример, что с одного слоя она не укрывает, окей. А этот тоже не обязан укрывать с одного слоя, но при этом она в тонком слое, даже в 125 микрон, она закрывает ее с одного раза. Ну, что говорить о втором слое? Там будет все абсолютно понятно. Ну и немножечко таких же фотографий по другим. Друзья, я здесь, видите, убрал название, потому что все-таки публичное мероприятие. Обычно, конечно, мы все показываем. Наверное, это теряет сильно актуальность, но я вам скажу, что вот К, это наши краски. Вот К3, К7. Вот мы видим, что если сравнивать с хорошим производителем, вот, например, Е3, примерно одинаково. Может быть, здесь мы чуть-чуть уступаем, нас чуть-чуть побольше видно, а вот в семерках мы уже и получше. Хочу сказать этим слайдом, что продукты от признанных производителей мирового уровня, они примерно все идут нос к носу. И говорить, что один, ну, говорить там, не знаю, что Nikon хуже Canon или Canon, наоборот, это очень такое, да, тяжелое занятие. Поэтому нормальные производители окей, а если кто-то вот вдруг впрыгивает в этот сегмент и говорит, что мы не хуже, но мы стоим там в два раза дешевле, видите сразу, что получается по факту, да, что эта краска хуже кроет сразу прям. Вот. То есть мы все эти вещи проводим, и вам, кстати, здорово было бы, прежде чем остановить свой выбор и отдать свое сердце какому-то производителю или конкретной краске, сравнительные испытания провести на разных подложках, на впитывающих, не впитывающих. В нашем учебном центре это можно сделать совершенно бесплатно. Вы можете приехать нам в гости на чай на кофе в любой там оговоренный день, мы вам все покажем. Даже вы можете приезжать с образцами конкурентов, все по-честному сравним, вы сделаете свои выводы, молча можете уехать, и это наш сервис. Окей. Ну и вот в двух слоях 250 микрон. Топ-3, например, там среднего сегмента. Все укрыто одинаково. Никто из конкурсантов того семинара, с которого это фотки, не смог определить, где какая краска. Окей, идем дальше. Итак, краски. Теперь нам надо поговорить о том, какие же вообще бывают краски, из чего краски делаются. Тоже важный момент. В принципе, если очень просто вот так нарисовать, мы берем ведро, и что мы... Вот у нас краска водная, значит, что мы делаем? Наливаем туда воду. А теперь нам надо сделать так, чтобы в краске был клей связующий, что у нас потом все склеит. Это различные дисперсии. Дисперсии – это кусочки различных полимеров, которые при высыхании воды между собой склеиваются. Знаете, как вот эти лизуны, слаймы у детей. Если мы эти слаймы в виде шариков накидаем в ведро с водой, они не будут склеиваться. Как только вода высыхает в ведре, эти лизуны все склеятся в единую массу. Соответственно, примерно... Это очень грубо, да, это клипово, да, но так ведет себя дисперсионная краска. И вот мы наливаем сюда дисперсию. Теперь нам надо добавить сюда тело краски, наполнитель, мраморная крошка. Мы работаем только с мрамором. Никакого мела в наших красках нет. И вообще в хороших красках мела быть не должно, на наш взгляд. Итак, мы добавляем сюда мрамор. Какой перетир у этого мрамора? 20 микрон, 40 микрон, 100 микрон, 5 микрон – зависит от уровня краски. И, соответственно, у нас есть... Что такое вообще краска на стене? По факту, это мраморная мука, склеенная дисперсией к нашим связующим крылатам. Ну и различные добавки. Их очень много. Они влияют на вязкость, на тексатропность, на восприимчивость к пигментам, на устойчивость к температурному нагреву, к образованию трещин усадочных. Добавочки. Их мало мы добавляем, как, знаете, как соду на кончике, нажав блины. Но они очень важны. Они в малом количестве огромное влияние на краску оказывают. И они основную стоимость дисперсии составляют краски. Ну и пигменты, разумеется. Все, смешали, получилась самая простая вот дисперсионная краска. Как нам относиться к дисперсионным краскам? Смотрите, есть в основном почти 100% красок, которые есть сегодня на рынке, это суспензия. Суспензия – это что? Это у нас есть водная среда, называется она дисперсная среда, дисперсионная среда, а есть дисперсная фаза. Фаза – это то, что склеивает у нас все. Вот у нас в этой воде плавают жесткие частички связующего. Это суспензия. Соответственно, это почти все краски, которые есть на рынке. Есть вода, и в ней плавают твердые частички, ну такие липкие, да, условно говоря, липкие твердые частички сеполимеров. Суспензия – самый простой пример – это, собственно, краски вододисперсионные, ну или, например, зубная паста. Вот. В зубной пасте, вы знаете, есть там тот же, например, какой-то абразивчик, да, чтобы зубы наши отбеливались. Дальше. Часто говорят, у нас водоэмульсионная краска нет. Это когда у нас среда, жидкая вода, и связующая тоже жидкая, например, жир. Вода с жиром, молоко, кефир. Пожалуйста, да, простой пример о эмульсии. Эмульсионные краски тоже существуют, их гораздо меньше, чем суспензий. Ну и раствор – это когда у нас жидкая водная среда, а то, что мы в нее добавляем, полностью растворяется на молекулярном уровне. Например, сахар в кипятке. Ну вот чай, например, да. Вот что из себя представляют вододисперсионные краски, и наш вариант, мы всегда говорим, в основном про суспензию. Это когда у нас есть вода, а в ней плавают жесткие кусочки саполимеров, ну, пластика, да, в общем-то, который склеивает, по сути, все остальное. И что я здесь вам хочу показать? Салат Оливье. Это мой авторский пример. Если кто-то будет повторять, то я первый придумал. То есть все дисперсионные краски – это по факту салат Оливье, потому что вот этот вот наш связующий, наш акриловый саполимер – это по факту как майонез. Мы в этот майонез накидываем, там, не знаю, горошек, да, это наша мраморная крошка, там, морковку – это наши пигменты, там, картошечку – это наши там добавки. Вот. Все это образует некий такой вот салат, и после высыхания воды вот этот майонез, он все это склеивает. Вот это водная краска как работает. И она паропроницаемая, акриловая связующая, не боится нагрева, оно не боится различных там… Оно экологичное, да, это связующее. Оно не боится ультрафиолета, нагрева, оно дышащее, мы можем спокойно красить в интерьере этими красками и не задохнемся, не увидим какие-нибудь мультики про желтых свинок. Это краска, которая на самом деле является продуктом 21 века, и сейчас все производители и все сети торговые переходят на водные продукты, убирая из своих линеек алкидные материалы. А что такое алкидные продукты? Мы берем, то есть вы поняли, у нас в водных материалах среда – вода, в ней все плавает, но эта среда потом высохнет, и у нас ее больше не будет. А в алкидных материалах, в материалах на органическом растворителе вся среда и есть наша связующая – толкидная смола, которая жидкая только потому, что в ней есть органический растворитель. Например, white spirit, или там, не знаю, 646 R4, не знаю, бензин, что хотите. В основном это, конечно, же white spirit, дерматизированный, очищенный от спирит. То есть white spirit испаряется, и наша смола застывает. А все остальное то же самое. Наполнитель, пигменты, добавки, ну и органический растворитель. Он испарился, и у нас что получился? Не салат, а мед. То есть материалы на органическом растворителе – это как будто бы мед, наша алкидная смола, в которую мы накидали разных орешков, и как только у нас растворитель испаряется, мед застывает. И это все, собственно, склеивается. Что здесь хорошо? Это очень прочная штука, здесь очень много связующего, прям огромное количество, в процентном соотношении, в разы больше, чем в водных продуктах. Но оно не дышит, оно боится нагрева, без спецсредств, если мы не добавим. Оно боится ультрафиолета, оно деградирует, желтеет, трескается, разваливается. Оно очень сильно пахнет, и здесь большая эмиссия летучих органических соединений, которые нехорошо действуют на наш организм. Соответственно, вот эти продукты мы сегодня с вами не рассматриваем, мы с вами говорим только о суспензиях, водных материалах. Но я думаю, что я вам дал некий базис. И, друзья, обязательно проверяйте краски перед тем, как применять их массово они не должны брызгать. Ну, маляр нормально не будет работать с премиальным дизайном, если краска вот такое себе позволяет. Они должны быть по-честному белые. Вот, например, берем с рынка краску, написано белоснежная, ставим самый дешевый наш профилюк с PL04. Наша белоснежная, как мы, собственно, заявляли, а конкурент на фоне нас смотрится желтым. Это печально. Поэтому проверяйте краски вместе, я не знаю, с белым листком А4. Очень хороший тест. Просто вам говорят, белая краска, окей, выкрашиваем, ждем полного высыхания, желательно сутки даже подождать. Потом белый лист прикладываем, ну и смотрим, собственно, что у нас получается. Вот. Идем дальше. Эффект письма. Знаете, что есть такая штука, как письмо на краске. А это касается очень темных оттенков, колерованных темных баз. То есть есть база белая, которую можно использовать в качестве белой базы, или же есть... И заколировать ее можно только в пастельные оттенки. Потому что сколько мы туда пигментов не добавляли, количество белил, диоксида титана не позволит нам. Ну, вы все понимаете, о чем я говорю. Да, если есть белил, то все. Вот. А если у нас база под колеровку, у нас она называется база 3, у коллег некоторых она называется база C, у еще одних коллег она называется B и C, да, под колеровку, то там белил практически нет. Диоксида титана нет. И мы можем добавить много пигмента и получится очень хороший, насыщенный цвет. Но вот тут важно подойти после полимеризации полной краски и сделать вот так пальчиком. Если будет вот такая история, то это эффект письма. Если краска стоит не очень дорого, ну, условно, там 4 тысячи за 10 литров, то это окей. А если краска стоит 30 тысяч рублей за 9 литров, там это плохо, это вообще никуда не годится, такого быть не должно. На премиальной краске может быть легкий эффект письма, от него уйти никогда невозможно. Почему? Дело в том, что есть два эффекта письма. Первый, самый печальный, это когда у вас просто куски краски на микроуровне отваливаются, когда вы пальцем ее шаркайте. Это очень плохо. А есть, когда краска очень хорошая, у нее много качественных компонентов, отличная, связующая, но она по факту как наждачная бумага там двухтысячной гридности. А мы состоим не из титана, друзья, а мы состоим из жира, из белка и из воды. И когда мы пальцами своими по этому нуждаку чирка, мы по факту себя стачиваем. И какая бы премиальная классная краска не будет, все равно легкий, если вам надо, вы заметите, эффект письма будет на очень темных оттенках. Главное, чтобы потом с этой премиальной дорогой краски чистой тряпкой и чистой водой это стиралось и ничего не оставалось. Вот это очень важный аспект. Но от этого, к сожалению, не уйти. Но вот на этом примере эта краска плохая, не очень дорогая, скажем так. Не неплохая, а недорогая. Окей, мы переходим к колеровке. Очень важный нюанс. Что нужно, чтобы было украски с колеровкой связано? Вы решили, все, я беру вот эту краску, она называется любимая. Вот. Я решил только ей пользоваться. И вы приходите куда-то, да, условно в бутик, где эта краска торгует, и говорите, слушайте, я хочу ее заколировать вот в такой цвет. Они говорят, слушайте, у нас веера нету, у нас вообще колеровочной машины нету. И вот такого быть не должно. Но вы точно должны знать, что вы везде найдете точку, где стоит колеровочное оборудование. Либо от конкретной компании, которая производит эту краску, либо от другой достойной компании, которая находится в топ-5, да. При этом в этой программе, в этой машинке, да, должна быть системная обеспечения, программа обеспечения, которая позволяет колеровать вашу краску хорошими пигментами, чтобы не было проблем. То есть колеровочное оборудование у вас точно должно быть на той точке, на той базе, с которой вы будете сотрудничать. Вот. Дальше. Большое количество цветовых палитр, в простонародье вееров. Ну, веер – это материализация, да, цветовой палитра. Конечно, цветовая палитра – это набор данных. Так вот, по любой линейке, которую вы используете, у вас должна быть цветовая палитра. Dufo Premium, пожалуйста, Farber Libin, да, также совместима с RAL, она должна быть, K5 или K7. Там Texcolor Genesis, пожалуйста, Vision 2.0, или там Dufo Home, Vision 2.0, только немножечко в другом наборе. У вас все это должно обязательно присутствовать по колеровке. Идем дальше. Что очень важно. Есть краски, которые не колируются автоматически на колеровочных станциях. Это связано с тем, что в них очень, в этих красках мало связующего. А когда мы колируем на автоматической станции тот или иной продукт, что происходит? В краску добавляется пигмент. Не надо путать с колорантом. В путанице даже у нас на сайте вы можете увидеть, что то пигмент, то колорант. Да я и сам могу иногда ляпнуть. Но на самом деле все так. Вот то, что заливается в колеровочные станции, надеюсь, давайте я даже воспользуюсь вот этой штукой, да, вот, вот зато. Это у нас колеровочная паста. Здесь нет связующего. Клея нет. Ну, я клей-то условно говорю, конечно. Связующего, склеящего компонента нет. И когда мы эту пигментную пасту дозируем в наше ведро, что происходит? Разбавление. Поэтому краски, которые колерованы большим количеством того или иного пигмента, они жиже становятся, даже это ощущается, когда ты работаешь с краской. Соответственно, если в краске мало связующего, то весь этот наш салат разваливается, потому что майонеза уже недостаточно, чтобы все кусочки этого салата склеить как следует. Соответственно, краски, которые машинка не хочет колеровать и в программе не появляются, значит, там мало пигмента. И колируется это уже все вручную, различными колорантами. Вот это слово колорант. Колорант – это штука, в которой есть связующая, то есть это колеровочная краска. Поэтому смотрите, чтобы вы не выбрали для своих проектов материал, который не колируется автоматически, потому что вам это не нужно. Для нормальной работы, конечно же, нужна автоматическая колеровка. Окей. Ну да, и пигмент, какие функции, так скажу, уж прям глубоко не погружаемся. Оптическая, разумеется, продает цвет краски и защитно нивелирует негативное воздействие ультрафиолета. Хороший пигмент является УФ-фильтром одновременно, но не каждый пигмент способен выстоять под ультрафиолетом долго. Ну, слайд про нашу колеровочную систему наших колорантов Дюф и Фольтон. Ну, просто вот знаете, что он есть. Это колеровочная краска, она глубокоматовая, второго класса мокрого стирания и сама по себе хорошо красит, и можно ее добавлять вот по такой таблице. Бывает, люди купят одну флягу, да, добавляют в 10-литровое ведро, у них получается соотношение вот такое, да, 1 к 40, а они хотели вот такое. Ну, то есть надо побольше купить тюбиков, чтобы нормально заколеровался. Но это отступление. Давайте про пигменты поговорим. Что же могут плеснуть туда вот в эти колбы, которые находятся в наших колеровочных аппаратах? Все что угодно, как говорил товарищ, это профессор Преображенский. И нам нужно точно знать, что тот тот производитель, с которым вы работаете, работает нормально, да, с пигментами, что он их не покупает там на какой-то электронной площадке на буква, да, а берет в достойных, в общепризнанных местах. Мы не производим пигменты, и никто не производит пигменты, производят специальные компании, у которых они покупаются в качестве сырья. Пигментов два типа. Органические пигменты и неорганические. В чем разница? Органические пигменты это продукт, собственно, органической химии, да, и там могут быть какие хочешь цвета, самые-самые яркие, насыщенные, но органические пигменты боятся ультрафиолета. И они делятся, если я не ошибаюсь, возможно, за два года, я последний раз, да, когда обновлял свою базу данных, могло что-то измениться, но было семь классов стойкости. Седьмой класс самый стойкий. Вот мы в своих машинках используем органику только седьмого класса, самый устойчивый. Вот. А бывает так, что наша, например, колировка, вот приходит человек, мне нужна краска 10 литров, я хочу заколеровать в лазурный цвет. Вот. У всех разное, да, понятие о лазурном цвете. Вот. И мы смотрим, и, например, говорим, слушайте, вот если вы возьмете вот такого-то производителя, всем известного, то вот получится, к сожалению, колировка в такой цвет, такого объема вот семь тысяч будет стоить. Он говорит, вы с ума сошли, да, там краска база стоит три тысячи, а вы еще за семь хотите мне заколеровать. В чем подвох? В том, что пигменты очень хорошие и очень дорогие. И она, мне там, ребята сказали, будет тысячи всего колировка стоить. Слушайте, ну, понятно, что колировка здесь, возможно, почему такая дешевая? Либо это датируется каким-то продавцом, ну, сети иногда делают, а дотация идет таких насыщенных оттенков для того, чтобы клиентов привлечь. Либо это очень дешевые плохие пигменты, которые выгорают просто вот за месяц буквально. Вот у меня там дети фломастерами балуются, рисуют всякое, да, и вот сделали плакат вытирайте ноги на даче. Плакат выгорел практически в ноль буквально за три недели. Вот, вот этого июля Московской области. Соответственно, и на фасадах мы такую печаль можем видеть. Поэтому вы должны точно знать, что пигменты достойные, да, вы можете спросить, а что у вас за пигменты, откуда, гарантируете ли вы долговечность по цвету, что он простоит долго? Мало заколеровать в хороший цвет, надо, чтобы он держался. Представляете, у вас заказчик, который сказал, если что, я приеду через год и отстрелю вам уши. Такое у моей практики был, ребята. Вот. И что вы будете делать? Предложите ли вы ему краску с дешевым пигментом? Я бы поостерегся на самом деле. Вот. Поэтому нам важно, чтобы краска держалась. И, в общем-то, почему у нас органические пигменты дешевые, мы их можем сделать с помощью разной химии, да, а неорганические, они дорогие. Почему? Потому что это, по сути, минералы или оксиды железа. То есть минералы, да, горные породы, вы понимаете, что это еще родилось там, когда-то, когда у нас была первая звезда, в которой начался ядерный синтез водорода, образовались там более тяжелые элементы, произошла сверхнова, все это взорвалось, все это начало в виде облака болтаться в космическом пространстве, из этого потом слепилась вторая звезда, образовались еще звезды, потом у них было, собственно, некое слияние, образовались еще более тяжелые элементы, и потом это все слепилось в нашу планету с образованием еще одной звезды нашего Солнца. Блин, этим минералам, этим горным породам миллиарды лет, они уже не выгорят никогда, им все равно, что-то с ними не делай. Поэтому, когда нам нужен лазурный цвет, невыгорающий, мы отправляем геологов в горы, они ищут условно какой-нибудь ультрамарин, пьют вино, едят шашлык, потом туда приезжают горники, делают шахту, все это тяжелым трудом достается оттуда, везется на городно-обогатительный комбинат, там это все обогащается, а потом ультрамарин перетирается, или там бирюза, перетирается вот этот золотой порошок, которым мы колеруем нашу краску. Понятно, что это очень дорого, но это не выгорает, поэтому неорганические пигменты используются в основном на фасадах, а органические пигменты в основном в интерьерах, где ультрафиолета практически нет. Неорганические дают нам яркие цвета, а органические дают нам яркие цвета, неорганические, более спокойные. И как мы собираем наши цвета? Ну, кстати, вот слайд про то, что, например, нужен нам зеленый там цвет, или желтый, или красный, это железное окислое, окислое железо, или меди. Нужен нам какой-то вот такой цвет, ультрамарин, пожалуйста, черный, сажа, белый, диоксид титана. В общем, вы принципы поняли. Так, ну и как собираются наши цвета? Вот у нас есть веер, и в этом веере есть определенный оттенок. Здорово, если этот оттенок полностью состоит из неорганических пигментов. Это вечный цвет, премиальная линейка, все классно, или фасадный продукт. И если мы собираем, все-таки не можем собрать конкретный цвет только из органики, неорганики, мы должны сюда добавить маленькую капельку органики самой светостойкой. Вот у нас такой подход. И у других наших коллег из уважаемых всеми известных компаний такой же подход. Желательно максимум неорганики, и если уж сложилась так жизнь, то чуть-чуть органики. Это фасадные продукты или премиальные интерьерные. Ну, а все остальные интерьерные краски могут собираться практически чисто на органических пигментах, но максимальной степени светостойкости. Чтобы не было вот такого, друзья. Вот объект из моей практики, пожалуйста, после сдачи фасада он был вот таким вот, и после года он стал таким. Кто-то может сказать, слушайте, даже лучше стало, но процесс-то продолжится и дальше. Часто с государственными заказчиками тяжело. Им говоришь, слушайте, друзья, ну вот вы сделали вот этот микрорайон. Если вы возьмете вот этого производителя, у вас сейчас дома красные, как штаны у Чапаева, а через год они станут розовые. Ребята смеются, говорят, слушайте, ну это классно, разнообразие, вот сейчас красный, завтра роза, а потом еще там бюджеты выделим под перекрашивание. Тут это не работает, но если вы делаете участнику, который не хочет, чтобы у него изменялся цвет, это очень важно. Ну и очень черный цвет, тяжело достичь его из-за объемной концентрации пигмента. Сейчас я про это не буду рассказывать. У нас есть спецпродукт Trend Farby Black Dufo, который абсолютно черный за небольшие деньги, за небольшие деньги, без всякой синевы. Идеальный черный RAL 9005. При этом краска во втором классе мокрого стирания, укрывает в один слой и все с ней замечательно. Ну это очень коротко. То есть если вам нужна черная краска под всякие лофты, под стейкхаусы и так далее, у нас такое есть. Так, ну и фактура. Вот все. Самое скучное, занудное мы проехали. Очень поверхностно, друзья. У меня, конечно, душа просит вам еще более занудно и долго это все рассказывать, но борюсь с собой. Фактура. Казалось бы, но часто забывают про это. И часто бывает такая ситуация, которую как бы фарш уже невозможно провернуть назад. Уже все закуплено, уже маляры половина квартиры условно покрасили. Приходит заказчик и говорит, а что это? Я не хотел. Вот это. Друзья, я вижу ваши, ну, как бы положительные отзывы. Мне это очень приятно. Мне это дает силу и энергии. Я, как любой артист, если у меня кидают помидорами, я грущу, а если меня хвалят, я становлюсь веселый и заряженный. Спасибо вам. Итак, вот смотрите, вот видите, какая у нас такая штука на картинке сейчас. Это недорогая краска. Это самая наша недорогая краска, самая прям стартовая краска профилюкс для стены, потолка, PL04. Что она может нам дать? Видите, она за первый слой она не кроет, за второй она укрыла. Ну, вот такая вот шагрень, я думаю, вряд ли кого-то из вас привлечет, да? Не, иногда такая нужна, я не спорю. Но она здесь, видите, немножко нестабильная, какая-то кривенькая, подтекла такими слезками, какая-то грустная она. Заказчик увидал это, говорит, слушайте, я хотел вообще гладкую, как яичную скрулупу, а что вы мне вообще сделали? А вы и не знали, что вот эта краска, кстати, такая краска может быть и дорогой, например, там высоконаполненные, хотел сказать производители, в общем, это высоконаполненные толстослойные краски, они только под валик, их практически нельзя задуть, их практически невозможно сделать мелкими. Вы знаете это, вы должны точно всегда узнать, а эта краска, она тонкослойная, она может быть гладкой, или это высоконаполненная толстослойная краска. Вы знаете, как вот есть молоко, есть кисель, а есть кефир жирный такой, который как-то не катая, он все равно будет причемокивать и получаться вот такими вот иглами, с такой вот фактурой. Вот видите, уже помельче пошла история. Я вам просто хочу показать, какие бывают виды. Вы четко должны понимать, что за краска. Или вот, например, валиком. Тонкослойная краска, пожалуйста, с валиком, сделал лишь огрей, но какая она маленькая. И обычная краска, толстослойная, с того же валика. Видите, какая разница? Одинаковый валик. Одинаковое количество краски мы берем, но здесь получается вот так, а здесь получается вот так. Поэтому нам обязательно нужно понимать, что с этой краской происходит после ее аппликации на подложку. Они совершенно бывают разные. В ведре они выглядят одинаково, по сто раз буду это повторять сегодня. Тут белая какая-то сметана, и тут белая сметана. Но при работе, во-первых, вы не представляете, насколько по-разному краски ощущаются при работе, при распылении, на валике, на кисти, просто земля и небо. От одной краски к другой, когда переходишь. Соответственно, вот еще слабонаполненная тонкослойная краска, практически нет шагрений. И вот с того же валика высоконаполненная толстослойная краска. Так, ну еще один такой же слайд. После высыхания. Видите, когда краска высыхает, она поднатягивается, растягивается. И здесь, вот смотрите, она была мокрая, вот так было, только нанесли. После высыхания ситуация улучшается, но шагрень все равно видна. Кому-то это не надо. Здесь более гладкое. Чтобы вообще не было шагрени, надо, чтобы была высококачественная финишная шпатлевка, идеально отшлифованная, правильная грунтовка, возможно, даже грунт-краска и правильно выбранный валик, например, микроплюш для тонких красок. И мы можем сделать, ну, такое мы не сделаем. Вот смотрите, это с распыления. А теперь мы берем тонкую краску, идеальную для распыления, и дуем ее с безвоздушным аппаратом. Видите, что получается? Как будто просто цветная бумага. А это краска. Это краска, и сейчас это в тренде. Это глубокоматовая краска, которую можно с распылителя нанести. Так что вообще не будет понятно, что это краска. Видите, да, вот в белом цвете, как она выглядит. Здесь поближе я приблизил. Вот видите, немножечко маленькая такая скорлупка, только может быть видна, и то еле-еле. И это очень близко, я увеличил, двукратное увеличение, даже может быть больше. Вообще, фотоаппараты практически не могут сфотографировать нормально краску без шагрения. Им просто незачем зацепиться фокусом. Ну и вот просто еще некоторые краски. Вот такие бывают, вы поняли, да, что различные варианты по текстурам и фактурам, они возможны. В зависимости от валика, от техники работы. Да, вот супервайс, смотрите, такая может быть, а может быть такая. Мы просто другой валик сделали, но ее без шагрения не нанести. Эта краска под валик. Вот краска под распыление, но здесь мы ее нанесли валиком. Почти нет шагрения. Это тонкая, тонкослойная краска. Обращайте, наверное, свое внимание на тонкослойные краски, которые применимы под распыление. Они и на валике хорошо выглядят, и при распылении. Ну и вот, собственно, киролайн 7, с валика один слой и два слоя. Так, а теперь что будет, если мы распылителем ее наносим? Смотрите, мы задуваем краску на подложку, и она ложится зеркалом. Кто-то был на хоккее, или на фигурном катании, или просто во дворе заливал каток. Сначала краска ведет себя как вода, как гладь на озере. Анна, да, вижу ваш вопрос. Есть ли у вас краски для мебели? Если да, то для каких материалов? У нас до начала вот этой всей истории были классные эмали полиуретановые для мебели, и есть у нас лаки для мебели, но они сейчас недоступны для производства из-за того, что мы кое-какие компоненты не можем привезти. Но мы уже лаки локализовали, вот, и эмали на очереди. Ну, а в целом мебель можно красить много чем, да, и лаками, и пропитками, и деревозащитными материалами. Но вот конкретно эмали для мебели у нас сейчас, к сожалению, нет. Но они у нас были, если даже посмотрите наш каталог за 2022 год, и за 2021 вы их найдете в линейке Dufo Premium. Сейчас пока они недоступны. Но вот этими красками можно красить дерево. Если нет проблем окрасить все краски для мебели, а потом наложить сверху лак, это тоже будет работать. Вот это зеркало после высыхания, вот смотрите, это две половинки одной и той же краски. Мы специально взяли такой образец. Вот она не высохшая, а вот она высохшая. Вы все это должны посмотреть. Вот, кстати, сегодня я сделал фотографии, мы делали образцы. Вот мы задули краску, она как слеза, и вот она через два часа. Полностью матовая краска, степень блеска единица. То есть она выглядит как бумага. Ну и чуть-чуть еще фотографии. У нас время есть, да, посмотрите эти фотографии. Вот высоконаполненная, это стослойная премиальная краска, Dufo Premium Velour, например. Вот она дает такой вот уровень шагрения, да, такая вот она. Вот, например, у нас полу, нет, это у нас Dufo Premium Keraline 7, да, почти что она задувается вот в такое зеркало, вот в такое зеркало, но здесь она сделана валиком микроплюш. И минимальный шагрень, и заметьте, это по гипсокартону просто по зеленому, не по шпатлевке. По шпатлевке вообще почти бы ничего не было. Здесь у нас фотография краски Dufo Premium Satin. Она, видите, специально поставила лампу так, чтобы было видно, что на краске абсолютно матовой, со степенью блеска единица, блика нет, видите, его нет практически, она не отражает. А вот тут у нас хороший блик, потому что краска 40 имеет степень блеска, она полуглянцевая, то есть 40% света она отражает. И вот если она в обычном виде примерно вот так смотрится, вот здесь вот фонарь стоит, да, и у нас она чуть-чуть поблескивает, но без фонаря она вообще не блестит, все нормально с ней, зато эта краска очень устойчива к мокрому истиранию, к различной грязи там и так далее, и стоит не очень дорого. Но если возникает цвет, такой идет блеск. Вы должны это учитывать. Если краску сделать в два раза дороже, она будет не бояться мытья и пятен, и при этом еще и не блестеть. Но ценник подлетает. В общем, разнообразие красок, оно большое, да, и даже есть фактурные краски, которые там дают нам вот такую историю, да, мы про них сейчас особенно говорить не будем. Вы знаете, что есть венецианские штукатурки, мы их тоже делаем, и декоративные различные штукатурки, моделируемые штукатурки, все это есть. Но если со штукатурками, фактурными красками понятно, что там какая-то фактура особенная, то вот в обычных красках, когда в ведре просто сметана, еще раз, не всегда понятно, что это разное будет совершенно на стене. Поэтому, друзья, еще раз обращайте внимание на степень блеска, чтобы нюансов не было. Вы хотели, например, вот такое, а получили вот такое. И обращайте внимание, может ли краска стать гладкой, пригодна ли она для распыления и накатки без шагрения. То есть если, как правило, краска для распыления, и она тонкословина, значит, она и на валике может быть минимально без шагрения нанесена. Так, ну и, друзья, теперь поговорим про маляров. Маляры – это наши друзья, это ребята, которые на объектах воплощают наши идеи. Что им важно? Малярам, конечно же, точно нужно понимать, что та краска, которую вы поставите на объект, она точно может соответствовать той технике работы, в которой они привыкли работать. То есть вы условно даете им эти задания. Нам нужно, чтобы стена была глубокоматовая. Друзья, я вам сейчас, кстати, не буду говорить, но есть такие еще уровни подготовки поверхности, которые были в КНАУ впервые введены в Российской Федерации. Это КУ-1, КУ-2, КУ-3 и КУ-4. Соответственно, чем дальше, тем более гладкая, идеальная поверхность. То есть вы говорите, окей, наша стена должна быть КУ-3, да, это очень хороший уровень отделки, очень ровная, гладкая, хорошая стена. КУ-4, это очень дорого, это очень долго, и вы еще рабочих долго будете искать, и не каждый возьмется. КУ-3, краска тонкая, надо распылить ее безвоздушным методом. Окей, маляр говорит, а точно эта краска, которую вы поставили, раскроется там при безвоздушном распылении? Или, например, точно ли краска, там лавочку надо покрасить, не будет полосить, да, или точно ли эта краска пригодна для задувки с турбины, да, с воздушного краскопульта на лепнину? Вы должны в этом 100% быть уверены. Не залипнет ли валик на той или иной краске? Маляр должен знать, что эта краска хорошая. Если вы принесете плохую, нормальный маляр вам так и скажет, слушай, что ты мне принес? Но, к сожалению, мир не идеален, и бывает так, что люди прикидываются малярами, вот недавно была история, вот, и, в общем-то, когда они начинают работать, вообще не понимая, что за краска, у них ничего не получается, и все оказываются у разбитого корыта, и что же делать? То есть вам надо понимать, что маляр точно справится с этой краской, и все будет хорошо. А теперь самое главное, что маляру надо? Маляру надо, чтобы у краски была системность, ему нужно, чтобы были и грунтовки в системе краски. Вот вы купили краску, да, а к ней должна быть и грунтовка, и грунт-краска, и должна быть и потолочная, и для стен. В общем, у него должна быть в идеале система. Можно без системы обойтись, но лучше, чтобы была система. Дальше. У него должна быть уверенность в том, что он сможет сделать то, что вы придумали. Друзья, вот картинки из интернета. Я виноват, да, здесь? Вот, ну уж они мне очень нравятся. Что мы здесь видим? У нас тенденции в современном дизайне, возможно, пока кто-то из вас до конца выучится, уже они станут неактуальными, но вот когда я заканчивал, да, эти вещи только набирали обороты, и сейчас они на пике. Ну, например, дверь скрытого монтажа. Видите, дверь без коробки. Окрашиваемая дверь. Отсутствие плинтусов, отсутствие лепнины между на стыке потолка и стены, да. Большое количество свободных, пустых стен. Большое количество второго света, окон в стену. Вот эта стена, она будет давать проявочный свет на всю стену, на весь потолок. Просто большое количество остекления и много белых, пустых стен и потолка, чтобы все это заливалось. Да, люди, которые прикидываются малярами. К нам тут попали ребята, которые отличные плотники, прям золотые руки, но они еще сказали, что они маляры. И кое-кому испортили объект. А когда мы к ним приехали, сказали, ну что же вы натворили, они сидели и говорили, слушайте, ну мы думали, мы сможем. Ну вот так вот часто бывают стройки, к сожалению. Это все из-за жадности. Люди хотят еще заработать дальше денег. А мастерство-то, оно не возьмется на ровном месте. Вы все равно закосячите что-то, первый раз делая. Поэтому это вот, к сожалению, есть такой нюанс. Вот, например, хорошая картинка, да. Здесь, конечно же, сейчас нет мебели, но у нас есть вот такое окно, встык со стеной. И вот по этой стене у нас пойдет скользящий контровый свет. Он будет просто подсвечивать всю стену, все косяки, все неровности, которые на стене есть, они будут видны. Но мы дизайнеры, да, мы сделали рендер, у нас все круто, у нас стена идеально ровная. Накидали света, сцену посчитали, у нас все ровненько, гладенько. Маляр смотрит на это, думает, блин, а как я это сделаю? А заказчик смотрит на ваши картинки, думает, ну, слушайте, ребята, мне так же и сделают. У него есть дизайн-проект, он на него смотрит, и он думает, прям один в один получится. А Маляр так на эту историю друзья не смотрят. Он думает, блин, мне сюда надо очень хорошую штукатурку, мне сюда нужно дорогущую финишную шпатлевку, а раскошелится ли на нее заказчик или нет. И мне сюда нужно, ну, и время нужно для этого, мне нужен хороший инструмент, не у каждого он, кстати, есть, и мне нужно хорошую классную краску. И все это должно вместе сработать так, чтобы у вас был идеальный градиентный переход от этой точки до этой без каких-либо полос, бугров. Вы понимаете, как это может выглядеть. Кстати, надо было мне слайд добавить, извиняюсь, что этого не сделал. Для Маляра это просто ад, и он должен получить такую краску, которая с этим справится. Соответственно, вы должны использовать в сейф-проектах только очень хорошие краски. О чем я вам сейчас и скажу, да, какие бывают хорошие краски. Вот тоже чудовищная ситуация, когда у нас вот такой вот цвет. Вот эта стена, она будет каждый день как будто под проявочной лампой. Что есть у нас? У нас есть наша линейка стартовая для дизайнеров, это Dufo Home. Вот, это уже очень классный уровень рецептур, но нету системности. Здесь грунтовки из другой серии, просто из Dufo Premium либо из Dufo. Вот, и меньше тестов с малярами и подмаляров. А если мы хотим сделать такой респект малярам, да, то у нас есть самая лучшая наша линейка, но зато, зато в Dufo Home бутики и получше POS для дизайнеров. Вот, но с TextColor Genesys мы тоже сейчас открывать будем сеть бутиков, и POS у нас развивается также сейчас очень активно. Поэтому TextColor Genesys здесь есть системность, здесь есть кроме трех красок, пока трех, эта линейка развивается, потолочка универсальная для стен и ультраустойчивая, глубокоматовая для стен и потолков, которая не боится ни воды, ни грязи, ничего. Есть еще грунт-краска и грунтовка гидрозол-праймер с очень высоким сухим остатком. Но не будем сейчас про них, это все есть на сайте textColor.pro, это отдельное обучение, отдельные презентации. Вот эта линейка дает маляру все, что он захочет, потому что он сможет ее задуть аппаратом высокого давления, безвоздушником, гидравликой, он сможет задуть это с помощью воздуха на турбине, по технологии XVLP, он сможет это сделать с кистей, я не знаю, зачем, некоторые лепнину красят кистями, а в основном кисти, конечно, это дерево, и он сможет это сделать валиком, это просто божественно, это приятно, просто работать. Мы на своих обучениях практически даем людям недорогую краску, а потом даем, например, TextColor Soft Matte, и люди просто теряются от того, насколько это разная история, и насколько все по-разному это работает. Что, например, мы делаем, и не только мы, а еще и другие производители премиальных продуктов, что мы делаем для того, чтобы эти краски отличались от простых красок. Ну вот смотрите, мы все слышали, время есть, еще у меня даже 40 минут, я точно успеваю, тут осталось уже прям раз-два и все. Смотрите, хорошая краска, мы понимаем, что там должно быть связующее. Сейчас со связующими дисперсиями огромные проблемы. Из Германии закрыто, из Голландии, из Англии, из Америки закрыто все. Ну, как бы есть варианты, да, там через Луну, через Марс, вот как-то привести. Не знаю, я этим не занимаюсь, но для хороших линейок нормальную дисперсию можно привести, но это очень трудно. Вот, или же мы находим хорошую дисперсию в рамках Российской Федерации, но, естественно, там будут квоты. Поэтому премиальные линейки это обязательно хорошая премиальная дисперсия. Вот, качественная, чисто акрилатная, не стирол акрилатная какая-то, а чисто акрилатная, хорошая дисперсия в большом количестве. Дальше, мы сюда должны положить наполнитель, да, нашу муку. Но мы можем здесь применять не только мрамор. Мрамор, вы знаете, это разновидность, ну, там, родственный минерал, не разновидность, пардон, а родственный мелу минерал. И поэтому мы берем из тех карьеров, на которых мы в России работаем, самые прочные пласты. Вот, плюс мы добавляем сюда дополнительные компоненты, например, муку полевого шпата. То есть, это очень прочный минерал. Прочность гранита во многом обеспечена полевым шпатом. Вы знаете, что гранит составляющий многосоставной минерал. И там, друзья, я не геолог, если я сейчас какие-то невероятные глупости с точки зрения геологии говорю, я думаю, вы мне простите, да. Вот. Итак, в граните есть полевой шпат. Гранит – это очень прочный минерал. Мы в качестве добавки к наполнителю в премиальных линейках, таких как Dufo Home и Texcolor Genesis, применяем полевой шпат. У нас уже очень прочный наполнитель, у нас очень много качественного связующего. Сюда мы добавляем также твердый твердый воск, который после полимеризации высыхания добавляет прочности всей пленки и добавляет гидрофобных свойств. Также есть большое количество различных добавок которые не дают краске брызгать. Это в основном какие-то различные глины, да, какие-то калины и так далее. Я вот там не специалист, я не технолог. В общем, достаточное количество компонентов краской не брызгает. Она обладает высокой тексотропностью. Тексотропность – это не вязкость. Вот смотрите, тексотропность, вот краска вязкая и вязкая, да, мы начинаем ее мешать, она вязкая, мы начинаем ее наносить на стену, она вязкая. Мы начинаем пытаться ее распылять, она не распыляется, она вязкая. А тексотропная краска, она выглядит вязкой, мы трясем банку, она как будто вязкая, но как только мы начинаем перемешивать палкой-мешалкой, вау, она вдруг перемешивается. Как только мы начинаем ее катать валиком по стене, она вдруг катается. То есть тексотропность это свойство краски, продукта, обратимо изменять свою вязкость при физическом на нее воздействии. И это позволяет нам как бы иметь вроде как густую краску, но в то же время и жидкую. То есть мы ее катаем по стене, она держит слой, не дает потеков, не брызгает, не портит соседние участки стен этими брызгами. Только мы отпустили валик, создав идеальную шагрень, которая нам нравилась, и она не стекает, эта шагрень, она держится. Или мы распыляем толстый слой распылителем, а он не течет. Это вот технологию на дропс. Дальше экстравайт, большое количество диоксид титана, высококачественная диоксид титана, которая дает хорошую степень белизны и укрывистости. Уникальная формула саморастекания. То есть мы когда краску наносим на подложку, она должна как полст на подрамнике, как натяжной потолок натянуться в идеальное зеркало и высохнуть без единой морщинки. Это тоже есть все в премиальных красках. Все это дело достигается за счет большого количества дорогостоящих добавок. И вот бюджетных красок, их либо меньше, либо нет вовсе. Вот, соответственно, ну вот или еще, вот у нас дополнительно много разных уникальных технологий, но вот про полифракционный наполнитель я могу рассказать, потому что он есть и у некоторых других наших конкурентов. Чем хорош полифракционный наполнитель? Например, если у нас идет мононаполнитель, вот мраморная крошка одной зернистости. Это, как знаете, вот у нас есть дети, у многих наверняка, у кого-то будут. Есть или мы видим детей в торговых центрах, которые катаются с горок и падают, такие вот плюхаются в такие вот наполнители с разноцветными шариками. Они все одинаковые, эти шарики разъезжаются в стороны. Вот если мы сделаем полифракционный наполнитель, то вот эти пустоты между одинаковыми крупными фракциями, между частичками крупной фракции, они будут заполняться чем-то поменьше. Следующие по размеру пустоты будут заполняться еще чем-то поменьше. У нас четырехфракционный наполнитель. Это как ведро с картошкой, мы добили еще арахисом, между арахисом мы досыпали все маковыми зернышками, а между маковыми зернышками мы добавили какой-нибудь, я не знаю, там муки. И у нас ведро заполнилось на все 100%. Это создает очень плотную пленку. Эта плотная пленка, она, соответственно, прочней, она саморасклинивается, и она более устойчива к ударным воздействиям, к истиранию. У нее большая гладкость, потому что у нее нет этих микронеровностей на поверхности, они все заполнены мелкой фракцией. Запомните, что все это склеено классным, высококачественным, связующим. Вот эти все тонкости отличают краски дешевые от очень дорогих. И когда маляр получает такую краску, он знает, что она имеет хорошие модули пырвости на растяжении при изгибе. Даже если он окрасит какие-то перегородки из гипсокартона, а потом произойдет потоп, либо придут вдруг делать стяжку, хотя стяжка делается перед гипсокартонными перегородками, гипсокартон всосет в себя эту воду, набухнет, потом сядет. Краска качественная, возможно, переживет это и не даст кокелюру или паутинчатую трещину. Вот. Маляр, зная, что у нас системный подход, он может спокойно взять грунтовку глубокого проникновения, он четко видит, что на ней написан сухой остаток 15%, инструкция, как, куда ее разбавлять, и он не попадет на такую штуку, как перегрунт. Если на перегрунт мы начнем красить самой классной краской, возникнет такой вот эффект перегрунтования. Ну, не знаю, мы здесь у нас называем это псориазом таким неким, каким-то вот бугрением краски, отслоением может происходить краски. То есть Маляр вот на такие нюансы не будет попадать, вот на такие вот нюансы, да, с ним это не случится. Он точно будет знать, что краска устойчива к различным мокрым пятнам, например, наша Dufo Home Ultra Matte, либо Text Color Genesist Soft Matte. То есть краска, вы можете ее пачкать различными пятнами, и она легко будет очищаться. У нас на нашем канале Dufo Club есть видео на этот счет, посмотрите, там очень-очень классно это показано. Здесь я что-то, друзья, слайды упустил. Также Маляр будет... Давайте я лучше немножко запутался. Расскажу вам, как мы подходим к этим краскам. Мы эти краски тестируем. Тестируем следующим образом. Мы берем различные форсунки. Как я вам говорил, лидеры рынка сегодня по распылению безвоздушному, это компания «Американская Гракка» и немецкая «Вагнер». Если мы работаем с красками гладкими, нам нужна идеально гладкая поверхность. Это, как правило, краски под безвоздушное распыление. Безвоздушное распыление осуществляется аппаратами либо поршневыми, либо мембранными. По сути, это насос поршневой, либо мембранник, да, и он гонит краску под большим давлением через шланг вот в такой вот пистолет. В пистолете краска проходит через фильтр, который находится в рукоятке, и попадает в камеру форсунки. В этой камере она взрывается, краска, и дальше вылетает аэрозолем. И вот тут нюанс. Вы можете купить классную краску, и на ней написано, что она распыляется. Но как только мы начинаем ее распылять, как мы не крутим настройки аппарата, у нас ничего не получается. И получается всегда вот такой факел, недораскрытый. Видите, здесь очень много середины и такие края. Это в малярном сообществе называется «усы». Вот эта штука, это усы, это нераскрытый факел. Мы, конечно же, здесь выбрали самый грубый вариант, да. Понятно, что есть и полутона, когда эти усы еле заметны или почти незаметны. Но как только вы начинаете красить всю стену вот таким вот образом, съели заметными даже усами, у вас все равно при высыхании будет полосение. Это будет некрасиво, краска может не растечься. Вот, например, очень хорошие краски, такие как наши Texcolor Genesis, например, они даже при неправильной работе до определенной поры могут простить маляру ошибки. И даже если он наполосил, они растекаются и вот в такое некое зеркало, как вода, да, на озере, и позволяют ему его ошибки как бы нивелировать. Но в целом такого быть не должно. Должно быть вот так. Так, факел раскрывается идеально, равномерная, скажем так, плотность факела на всей его площади, идеальный аэрозоль, который летит без жестких краев. И вот таким вот факелом можно спокойно работать, и любой маляр будет наслаждаться процессом. Да, еще есть факторы отдачи в пистолет, вибрация на шланге. Всего этого, конечно же, быть не должно. И вот этот факел должен раскрываться на минимальном давлении, потому что чем больше и выше давление, тем больше отдача, тем быстрее краска летит, тем больше у вас возникает опыл, а при этом вы должны, во-первых, очень быстро бегать, все это дело накидывать, потому что если вы будете медлить, у вас будет сразу перелив на стене. Соответственно, хорошая краска, она раскрывается на низком давлении, очень нежным, таким вот пушистым факелом. И маляра может спокойно... Не раскрылся факел, это отдельная история, друзья. Если не раскрылся факел на краске, которой вы давно уверены, то, возможно, это может быть брак краски, это может быть изменение рецептуры этой краски, я вам забыли про это сказать, либо у вас просто проблемы с оборудованием. У оборудования есть износ, у аппарата может быть изношен ремкомплект, у вас может засориться шланг, у вас могут быть проблемы с фильтром, у вас может быть изношено сопло. Сопло не вечное, оно изнашивается, оно подвержено абразивному воздействию краски, которая через него вылетает, Это сопло надо менять, потому что вот этот факел в итоге превратится при износе сопла в итоге когда-нибудь в точку, но до такого, конечно же, никто не доходит. Вот мы, например, нет, крайнего найти. Максим, если вы конкретно ситуацию нам предложите для обсуждения, мы найдем причину всегда. Причина есть всегда, если все хотят ее найти. Я просто к тому, что в рамках вашего вопроса я могу на него отвечать очень долго. Просто смотрите, факторы следующие. Краска абсолютно точно, подложка абсолютно как бы воздействующий фактор на нашу ситуацию. Если подложка сильно впитывает в себя краску, то краска просто может не успевать растекаться, и получается, что она засыхает и не растекается в зеркало, и у нас получается полосение из-за подложки. Моляр может очень медленно, как-то неправильно вести работу, да, из-за этого может быть. Еще раз, краска, подложка, маляр, да, очень сухой климат, а маляр не повысил влажность в помещении перед работой. Не всегда это нужно, но иногда нужно. Проблема в оборудовании. В оборудовании кем могут быть проблемы? Сам компрессор, да, ну, сам насос, да, мембраник либо поршневик. Проблемы с сетом по фурнитуре. Шланг, пистолет, фильтр в пистолете. Изношенная форсунка. Да, безвоздушное распыление – это уравнение с большим количеством неизвестных. И если вы профессионал, вы четко должны понимать все этапы от А до Я. Поэтому это бизнес очень рисковый для маляров. И нормальный уровень, как бы, ремонтов может исполнять только мастер, который, как бы, с головой дружит и старается каждый день учиться чему-то новому. Вот, в принципе, много времени, чтобы научиться не надо, нужно только желание и какая-то практика должна быть у человека. Все эти маляры, они всем известны, да, топовые. Они могут посоветовать от себя каких-то своих знакомых проверенных. Есть фарбик-центр, есть школа маляров Сергея Габченко, да, есть Иван Кушинок, есть Дмитрий Миссюра, есть Ищерет. То есть все эти люди есть в Ютубе. У многих из них есть в своей школе малярные центры. Вот, и вы всегда сможете познакомиться с ними на различных выставках, мероприятиях, например, на слете маляров, либо в Инстаграм, да, и начать с ними сотрудничество. И в этом смысле вы получите хороших компаньонов и поддержку в профессиональном плане. Вот, поэтому хорошая краска должна всегда раскрываться на низком давлении. Есть форсунки низкого давления. У Грака это форсунка FFLP, да, а у Вагнера это форсунки Хея. В чем прикол, да, эти форсунки, они для работы там от 60 до 140 бар. Вот все, что выше 140, это уже высокое давление. Там от 140 до 200 у вас уже не будет комфорта в работе. У вас уже будет большое количество пыла. Это все будет стоять таким аэрозольным облаком в помещении, где вы красите. Это будет приводить к перерасходу краски. Это будет приводить к неудобству некомфортной работе. Такого быть не должно. Мы делаем такие краски, которые может нанести любой практически человек. Вот сейчас будут фотографии просто с обычных наших семинаров. Вот факел раскрытый, вот факел не раскрытый. Видите, усы пошли. И вот, да, про раскрытие факела еще пару слайдов есть, я забыл. Вот, например, не раскрытие, вы видите. Здесь много середины, здесь усы, здесь середины и усы. Здесь тоже все не очень хорошо. А вот факел раскрытый. И это простой наш ученик к нам приехал, первый раз в жизни держит пистолет. Поехали. И у него все летит. И заметьте, краска третья база, колерованная в радикально красный цвет, укрывает все с первого раза контрольную черную полосу. Это краска, которая не даст проблем маляру. Или вот смотрите, да. Тест одной из конкурентных красок. Мы сделали все профессионально. Краска не выдержал слой, даже 200 микрон, вся потекла, дала полосение. У нас такого не будет, потому что вот простые люди приезжают, впервые наваливают по 300-500 микрон. И у них все лежит, все растекается в зеркало. Все довольны. Вы тоже можете списаться к нам на такие мероприятия. Ну, соответственно, вы можете видеть, как наши гости наслаждаются результатом. То есть маляр должен знать, что любая малярная техника с этой краской возможна, что та фактура, которую вы от него требуете, возможна с этой краской, что у этой краски большие запасы по прочности, она прощает многие ошибки по подложке, по технике работ, она хорошо растекается, она будет гладкая, она не дает полосения, не дает леопардовости. Она соответствует заявленным характеристикам, и он не попадет в неприятность с этой краской. Соответственно, то, что хотел сказать по тому, что бывает с краской. То есть вы должны понимать, что краска вот соответствует оборудованию. По экологии остался у меня блок и по сервису. Друзья, смотрите, 16.36. По экологичности... Давайте скажу, что классно, если по краске есть стандарт ИСА 14.24. Есть Международный институт International Organization of Standardization, ИСА, да, метрологии стандартизации. Там есть стандарт ИСА 14.24. Это стандарт для интерьерных водных красок, где прописано, что они на сегодняшний день должны быть максимально безвредны для теплокровных. По этому стандарту могут выдаваться сертификаты белый лебедь у наших финских коллег, голубой ангел у наших любых немецких коллег, у нас, собственно, самих, да, или же листок жизни. Листок жизни, белый лебедь и голубой ангел абсолютно равны между собой сертификаты, потому что они все выдаются по одному стандарту ИСА 14.24. Да, голубой ангел был первый, он был в Германии, он был первый по этому стандарту, это как бы основоположник всех них, он заслуженный, мы его любим, но листок жизни в сегодняшний день полностью соответствует ИСА 14.24. И все краски, которые производятся в России, если они по закону теперь, да, мы хотим получить как немецкий производитель ИСА 14.24, мы не можем больше делать себе голубой ангел. Мы обязаны обратиться в Российский экологический союз в Санкт-Петербурге, ребята к нам приедут и все исследуют. Они исследуют вообще все, какое у нас сырье, что получается в итоге, да, не получается ли какая-нибудь там, ну, не знаю, яд какой-нибудь, да, присмешивание этих компонентов. Какое воздействие на окружающую среду, какое воздействие на работников, да. И вот у нас есть на территории противопожарный пруд. У всех предприятий в нашем технологическом парке есть такие, да, названия, Ольга, интересные, да. Многие тоже замечают это. Итак, я вот жду, когда появится какой-нибудь черный страус или там что-то в этом роде из Африки, но пока нету. Итак, есть противопожарные пруды у всех предприятий на нашей территории. У нас тут, кстати, соседи, вот здесь вот судал, вот тут вот их забор. Это Fistool Technics. Я в окно смотрю на ребят. Здесь у нас Ротофранк, там у нас опалубки Перри, здесь у нас Метро, там у нас Хюгнер, Вилла, Скани. В общем, весело живем, у нас интересные соседи. Итак, вот этот пруд. Мы сюда сбрасываем воду после замывки наших диссойлеров, этих больших таких чанов, где мы производим краску, замешиваем. И вот эта вода проходит несколько степеней очистки. Первая степень очистки у нас, этап очистки на производстве, вот, а второй вот здесь вот в этой будке. И вода настолько чистая, что там работники склада, производства и вообще любой другой человек, ну, из офиса пока никто не ходил, ловят здесь у нас рыбу в обед. Вот я вам прям много фотографий делаю. Ребята ее ловят, и, собственно, у них это получается. У нас здесь живут караси. Караси у нас жирные, толстые, здоровые, не трехглазые и не разноцветные. Я эту шутку всегда говорю, кто слышал, ну, уже не смешно, да? Иногда ее становится столько много, что мы ее отлавливаем и убираем. Но в основном ребята отпускают сразу обратно. Как здесь рыба оказалась? Утки. Утки, гуси прилетают сюда весной, а на лапках у них прилипшие икринки из других водоемов. Соответственно, у нас у всех здесь, в каждом пруду в таком технологическом есть такая рыба. Ну, и здесь у нас есть отверстие, труба, переливом вода уходит в ливневую канализацию. То есть вода настолько чистая после производства наших красок, что тут живет рыба. И это сертификат ИСА-424. Также у нас есть стандарт, одобренный в социации качества краски. Но я сэкономлю время, друзья. Все понятно, да, что у нас есть подход к экологии. Мы стараемся максимально экологичные продукты делать. Вот. И теперь сервис. Последний блок. Прямо осталось, прям, сколько тут? Шесть слайдов, да? Сервис. Это очень важно. Все хорошо. Качество. Именитый производитель. Там колеровка есть. Но везде вам не рада, да? Бутиков нет, профцентров нет, магазинов нет, сайт не работает, техкарты старые, на объект никто не едет, семинар никто не проведет. У нас подход следующий. Во-первых, у нас есть бутики. Есть шоурум у наших партнеров, которые продают наши краски. Есть профцентры. Сразу скажу, что бутики и профцентры сейчас не в огромном количестве, но прирастают в очень, как бы, там, хороших темпах. Каждый год их все больше и больше становится. Дальше. Постматериалы. Раздатка обязательно должно быть. Вам это необходимо. Вам должны всегда подарить веер, да, чтобы вы могли работать, и не один желательно. Какие-то образцы вам выдать, да, показать товар лицом. Техническая поддержка по телефону, в телеграм-канале. Выезды на объекты. В рамках нашей линейки TextColor Genesis мы осуществляем выезды на объекты. То есть если вы где-то на объекте ставите наш TextColor Genesis, и маляры работают, и у них есть какие-то сложности, или они просто перед работой хотят, чтобы мы показали все, да, как оно бывает с нашей краской, мы приезжаем, показываем. Лаборатория колористики. Помните, я вам говорю, что важно, чтобы краску могли заколеровать. И часто вы можете увидеть такое, знаете, вот у нас цветовая палитра, это скандинавский подход, или, например, у нас органик дизайн, там, да, или там, ну, какие-то красивые вещи. Но по факту мы понимаем, что это всего лишь комбинации тех или иных пигментов, цветов бесконечное множество. И наличие той или иной модной коллекции цветов, уже готовых, да, пресетов по цветам, конечно же, плюс. И мы тоже стараемся это делать. Но это не главное. А главное, что, если вдруг у вас или у вашего заказчика вдруг во сне к вам кто-то явился, да, и сказал, сделай вот такой цвет. И вы просыпаетесь, смотрите в палитре, вот это вот там цвет года, а там его нет. Вы смотрите скандинавские цвета, тоже нет такого цвета. И вы уже трясущимися руками заглядываете в органик дизайн, там, в органик колорс, и там тоже нет. Это вы думаете, все пропало. И если вот у того производителя, с которым вы работаете, есть своя собственная лаборатория колористики, вы просто звоните вот по телефону и говорите, слушайте, мне вот такой цвет нужен примерно, да, я не знаю, там сами на палитре его намешали, вот примерно такой. И вам делаем мы несколько результатов рецептур. По вашему прям звонку наш лаборант разрабатывает вам вот это колористики лаборатория, да, как выглядит. У нас есть спектр, фотометр, различные штуки, названия которых я не знаю, да, световой шкаф. И специальный человек, технолог разрабатывает под вас конкретно ваш цвет. Вот. И он по дельте проверяется, делается настолько идеальное попадание, чтобы ничей глаз никогда не отличил. Сколько бы цветовых колбочек, у кого глазу не было, чтобы цвет был идеальным. Вот у нас есть такой сервис, да. Итак, бутики, шоурумы, профцентры, постматериалы, раздатка, техническая поддержка, телефону, телеграм, выездные, какие-то выезды на объект, мастер-классы, обучение по запросу, пожалуйста. Вот на выбранную тему там по дерево защите, окраска с валика, можем показать, окраска с безвоздушного аппарата, там, эмали на органическом растворителе. У нас тема миллион, да. Ну и программы для дизайнеров эмалиров, программы сотрудничества. Собственно, есть у нас POS, вот по тексту колодженезис, всякие футболки, гребенки для замера мокрого, с толщиной мокрого слоя, готовые образцы. Есть у нас также брошюры, вот такие вот стойки для бутиков, для шоурумов. По дюфу-хоуму всякие разные есть чемоданчики для дизайнера, да, где у вас красиво сделаны такие вот выкрасы. Есть стойки. Все это должно быть для того, чтобы вы могли спокойно работать. Но очень важно, чтобы был какой-то бутик или шоурум, куда вы можете привезти заказчика, посадить его за стол, искать, дорогой друг, смотри, мы сейчас с тобой возьмем вот тут на стене много разных карточек, откроем вот эти вот пенальчики, достанем большие выкрасы, и я тебе прямо здесь на столе разложу наше колористическое решение в виде коллажа цветового. Человек увидит, в каких цветах вы готовы решение предложить ему по его интерьеру, а дальше вы сможете выбрать по образцам фактуру, и, в общем-то, в рамках одного приятного заведения вы сможете все свои вопросы решить. Это, конечно же, не ноу-хау. Я просто лишь говорю, что у нормальных премиальных линеек и линеек для дизайнеров и маляров такие заведения должны быть. Да, для дизайнеров обычно это выглядит вот так. Профцентры выглядят более так по-спартански, да, там есть стены, где можно покрасить сразу, посмотреть. Все это у нас реализовано. Вот, ну и программа для дизайнеров и маляров, например, в рамках TextColor Genesis, вы заходите на сайт textcolor.pro в раздел Team Genesis, и там есть различные варианты, которые мы можем предложить вам для того, чтобы мы могли с вами сотрудничать по тем или иным вопросам. Сразу скажу, что сейчас у нас перерабатывается курс. Там на сайте написано, что мы хотели сделать к сентябрю, но немножечко позатянулось. В любом случае, если кто-то хочет начать сотрудничество, мы можем это сделать просто по телефону, по почте. Как только курс появится, все могут быстро его пройти и получить как бы членство в этом клубе. Ну и там есть определенные бонусы, которые мы прописываем. Также есть в Telegram Dufo Club. Он открытый, единственный в России на сегодняшний день открытый, открытый Telegram сообщество, где каждый может описать свои достижения, свою боль, рекламации, проблемы на объектах, также и удачи. Мы, конечно, грустим, когда у кого-то что-то не получается, но мы максимально развернуто отвечаем, снимаем видеоответы. В общем, максимальная техподдержка в рамках этого канала. Можете вступить, выключить звук, а когда вам что-то понадобится, задать любой вопрос, и мы очень оперативно отвечаем. Это не для того, чтобы закидывать вас акциями, маркетинговыми какими-то историями, а для вас. То есть еще раз, зашли, выключили звук, вообще забыли про этот канал, но когда вам надо, не надо никому звонить, писать какие-то длинные письма, на которые никто не отвечает иногда, а прямо в Dufo Club, и мы максимально сразу отвечаем. К сожалению, наши конкуренты, братья, иногда устраивают нам перформансы там, но мы стараемся выводить это на чистую воду. Дорогие конкуренты, пожалейте нас, не устраивайте нам акции. Давайте жить дружно, честно. Бывает, там пишут, знаете, краска, которая укроет, 50 микрон даже возьмешь, она укрывается одного раза, а пишут, не укрыла в 6 слоев. Ну, потом общаешься с другими участниками чата, говорит, да, походу опять какой-то заслон. Ну, мы пока держим этот канал открытым, каждый может написать прямо сейчас чего угодно. Друзья, на этом у меня все. Я надеюсь, что я был полезен, что в рамках вот этих вот, по сути, полутора часов мы потратили время не зря. Запись будет, и сейчас я посмотрю, есть ли у нас вопросы. Мне было трудно одновременно выкладываться и отслеживать вопросы. Так, если кто-то хочет сейчас что-то спросить, самое время, да, написать. Так, про мебель я уже сказал, да, у нас есть, были эмали, но сейчас они не локализованы. Краски для мокрых зон, как выбрать? Смотрите, мокрая зона. Мы должны понимать, что если постоянный идет контакт с водой, то все-таки, наверное, это уже не краска, а гидроизоляция. Колеруемая там или какая-то другая, мы такие делаем. У нас есть и краска для бассейнов, и гидроизоляции, да, вот. Но если краска не находится в постоянном контакте с водой, то что она должна из себя представлять? Во-первых, это может быть сразу эмаль. Да, эмали, в них большое количество связующего, они, как правило, в базе, уже не боятся воды. Но если мы хотим глубокоматовую, какую-то краску или матовую, мы должны выбрать краску, в которой просто прописано для помещений с мокрым режимом эксплуатации. Это, как правило, краски, ну, какие? Например, наш Dufo Home Ultra Matte, наш Text Color Genesis Soft Matte, или у нас есть, например, краска Keraline 20. Двадцатка – это значит, что 20 степень блеска, 20% прямые отраженные лучи, 80% – это рассеянный свет. Мы понимаем, что, скорее всего, здесь много-много связующего. И читаем описание по этой краске, да, видим, для помещений с интенсивным режимом эксплуатации и для помещений с мокрым режимом эксплуатации. Или же есть специальные краски, такие как Dufo Schimmelschutz, например. Это краски с добавлением фунгицидов, добавок против плесени. Но мы должны знать, что если у нас есть помещение с мокрым режимом эксплуатации, где уже образовалась плесень, мы не должны на эти колонии плесени накладывать краску, даже если написано, что она с добавками против плесени. Это не химия, вытравливающая плесень. Это краска с небольшим количеством от своего объема этих компонентов. Она там нужна для того, чтобы плесень не росла. Поэтому если плесень уже есть, мы боремся с ней. Первое – надо убрать влажность. Там гидроизоляция проблемы, соседи затапливают, фасад течет, да, вентиляция не работает. Убираем все эти факторы, у нас плесень высыхает, переходит в состояние спящее. Мы это все химически протравливаем каким-то такой серьезной химией. У нас есть шиммелинфернер, например, удалитель плесени. Он это все сжигает химически, механически удаляем. Мы понимаем, что какое-то количество плесени спор осталось. И вот тут мы уже можем применить там грунтовку, а потом тоже с биоцидами, например, да, и потом с фингицидами и биоцидами, да. И потом мы берем, применяем там дюфу шиммельшутц, или, например, европласт интерьер 12, или там наша краска Кюхенбат, там, да, краски с биоцидным комплексом. И вот этого биоцида там так мало, чтобы не портить экологичность краски, но чтобы не дать вот этим одному-двум процентам плесени прорасти. А та плесень, которая вдруг захочет возникнуть из-за того, что в этом помещении влажный режим эксплуатации, и периодически на поверхности краски возникает какая-то влажность, она приземляется на эту краску, идут, вау, классно, вода, тепло, я сейчас буду здесь расти. И вдруг оказывается, что на краске есть фонгицид биоцид, и она умирает. То есть новые колонии не разрастаются. Вот такой подход к краскам для мокрых режимов, для помещений с влажным режимом эксплуатации. Просто читайте описание краски, и там, если это прописано, то окей. И смотрите, если краска глянцевая или полуглянцевая, или полуматовая, это, как правило, возможно, не очень большую цену. Но если краска глубокоматовая, чтобы сделать глубокоматовую краску устойчивую к постоянному воздействию воды в виде пара, либо там брызг каких-то, да, то здесь ценник, соответственно, стремится вверх. И еще. Вот, например, мы возьмем обычную нашу глубокоматовую очень качественную краску, там, например, Керолайн 3. Отличная краска. Но она глубокоматова, тройка, да, до 5%. Если мы вдруг пролили на нее вино, компот, кофе, гуашь, можете уже никуда не бежать, потому что даже если вы мгновенно вытрите, у вас останется пятно. Но если мы возьмем нашу Genesis Soft Matte, у которой блески еще меньше, 1-2, там, если немножко неправильно нанести, но мы пишем 1-2, вы можете пролить кофе, пойти посмотреть на закат, пойти найти чистую тряпку, спокойно ее помыть, отжать, вернуться, вытереть, ничего не останется. Чтобы такое было, это высший пилотаж. Вот таких красок, их практически нет сегодня на российском рынке. А ценник, соответственно, будет увеличиваться. Соответственно, если вы хотите недорогую краску для мокрых помещений, смотрите на полуглянцевые, глянцевые или полуматовые варианты. Но если вам для вашего проекта нужна глубокоматовая краска, то тут, скорее всего, будет ценник. Так, если ответил на вопрос, то больше, наверное, ничего не пишите. Если есть какие-то, если что-то не до конца, то можете дописать. Так, запись, я сказал, уже будет, да. Да, еще про мокрые зоны. Часто спрашивают, вот у нас стоит ванна, да, вот ванна. Можно ли вот тут вот вместо кафеля сделать по этим стенкам, да, в уголочке караской? Можно. Но вы знаете, что в воде, которая у нас идет из-под крана, всякое разное есть. Да, у кого-то коричневая там ржавчина, да, у кого-то фторы какие-то, кольциты там, в общем, всякая история. И вот когда у нас на плитке эта вода высыхает, то у нас все эти отложения, мы их убираем там каким-то моющим средством для вот разложения этих отложений. А с краски вы как это уберете? В этом проблема. Так, у нас есть краски, которые это будут выдерживать. Но накопление вот этих вот минеральных отложений на краски – это для нее плохо, потому что вы не сможете от краски уже их оторвать без последствий для лакокрасочного покрытия. Поэтому все же не надо экспериментировать вокруг вот этих вот зон, где воды очень много, постоянно много. Надо все-таки выкладывать это кафелем, клинкером, там, камнем. Ну, в общем, чем хотите, с чего вы сможете это отмыть. Так, не раскрылся факел по проблемам ли оборудования. Мы это не ответили. Ну, мы это ответили и не ответили одновременно, потому что тема такая глубокая. Зачем это понимать дизайнеру про факел? Слушайте, ребят, ну, это очень просто, потому что вам наполосят, а вы не знали. Есть краски от очень известных классных производителей, которые у всех на слуху. И вы думали, вау, возьму вот эту краску. Она вообще просто божественная. Все про это говорят. А вы не знали, что она подвалик отличная. И вот она приезжает толстая, высоконаполненная, кроет прям вообще практически минимальным слоем. Ну, просто не краска, а фантастика. Экологичная такая, что можно вместо йогурта утром есть. И вам леры ее делают с воздушника, потому что вы попросили без шагрения. Они мучились, мучились, поняли, что надо ее разбавлять там. В основном краски до 10% не больше. Вообще не очень хорошо, когда краску приходится под безвоздушник разбавлять. Ну, окей, они мучились, мучились, разбавили ее до 10%, даже до 15%, задули ее. Кое-как факел раскрылся, а до этого не раскрывался. Потом вы приходите, краска немножечко полосит, особенно когда свет стоит. Заказчик ее начинает тереть, и она почему-то милиться или там от воды растирается. А почему? Потому что факел не раскрывался, а малярам надо было сделать то, что попросили без шагрения. Они ее разбавили, краска уже менее устойчива к механическим воздействиям, и все равно наполосила. Друзья, ну, кому-то, смотря кому делать, собственно, заказ, да, с таким сталкиваться не надо. Вы должны четко, исходя из нашего сегодняшнего общения, понимать, что есть краски только под валик, и все. Да, можно ее распылить, но так разбавить придется, что результат уже будет не очень хороший. Поэтому это нужно знать, что факел может не раскрыться, а надо, чтобы скрывался. Вы должны по факту все эти вещи держать в голове, когда вы сделаете свой окончательный выбор, чтобы у вас не было каких-то нюансов. Слушайте, если вам в вашей работе это не нужно, ради бога, ведь наша сегодняшняя встреча не только для вас, да, здесь много ваших коллег, которым это может пригодиться. Так, но ведь дизайнер контролирует только результат, а не причину косяка. Да, но в том-то и дело, что если вы изначально, Мария, напишите правильное ТЗ, ну вот у нас есть там цветовое решение по нашим поверхностям, да, или там, в общем, вы прописываете в пояснительной записке, где хотите, да, что краска должна быть. Например, вы пишете краска под безозвучное распыление, красный, там, RAL такой-то, или там цветовая палитра такая-то, цвет, там, индекс такой-то. Ну и что дальше? Заказчик может купить что-то, и не угадается эта краска, и начнутся косяки. А если вы напишите, там, условно, я, конечно, вы не простите это, да, но напишите, например, краска, там, TextColor Genesis, там, SoftMat, да, вы зайдете на наш сайт, и там написаны спрай-гайды, и еще там напишите, там, спрай-гайды смотреть там-то, и настройки смотреть там-то, или прямо напишите давление такое-то, форсунка такая-то, все, у вас будет идеальный результат. Ну или просто, вот вы знаете, что вот эта краска, там, краска X, она точно нормально льется, она будет гладкая, она нормально идет под граковскими форсунками, а это примерно, наверное, там, 60-80% всего парка маляров используют именно их, или там, на вагнеровских. Вы знаете, что если вы эту краску посоветуете, заложите ее в проект, у вас все четко будет. И вы поэтому должны в ТЗ написать, краска такая-то, она там, глубокоматовая, распыление, аппарат высокого давления, безвоздушное распыление, минимальный шагрень, там, гладкость, максимальная гладкость, все, без разбавления, или там, разбавление до 5%. Все, у вас будут идеальные стены. Соответственно, чем больше вы заложите на этапе ТЗ в вашем проекте, тем меньше будет к вам вопросов. И вы сами заинтересованы в том, чтобы заказчик остался довольным результатом. Потому что если окажется, что через год у него все пойдет как-то не так, там, начнет трескаться, отслаиваться, желтеть, истираться при мытье, да. Ну, там, собака пришла у нее, с собакой они пришли, да, собака с ними пришла с прогулки, отряхнулась осенью в коридоре, забрызгала все стены, потом они начали их отмывать, и оказывается, краска уже не первого класса, а почему-то вообще, ну, как бы, ну, размывается. Почему? Вопрос, да. Оказывается, маляры разбавили один к одному ее перед тем, как окрашивать. Да, поэтому идеально, когда у вас есть компаньоны среди маляров, правильно работать с конкретными людьми, в которых вы уверены, если это возможно. Сейчас особенно это актуально, когда на рынке осталось очень мало рабочих рук, и заказчики сейчас им порой очень трудно найти рабочих самостоятельно. Если у вас будут компаньоны, в которых вы уверены, которые с вами порядочно поступают, и вы с ними, это идеальный результат, работать в связке правильно. Рут с карасями, да, у нас такое есть. Так, в каких регионах, городах этот сервис? Ну, смотрите, Максим, на сегодняшний день TexColor Genesis можно приобрести в следующих регионах. Это Ленинградская область, это Московская область, это Омск, не знаю, они успели стартовать там или нет, это Юг, Крым, Краснодар, разумеется, наш, я не знаю, ну, если вы зайдете на сайт TexColor.pro, вы обнаружите дистрибьютор по Московской области легко. То есть в Петербурге сейчас этот процесс запускается. Линейка очень новая, да, у нас до этого была линейка Profitec, вот, но так как случились известные события, были введены пакеты санкций, мы вынуждены были локализовать данные рецептуры в рамках Российской Федерации. Вот. Так, здравствуйте, при смешивании краски в коллеровочном аппарате могут ли быть отличия в оттенках при заказе ни одного момента, а через время? Екатерина, хороший вопрос, и почему он хороший? Потому что, вы знаете, один из пакетов санкций, я уже не запутался какой, там что-то их уже, по-моему, под 20, да, произошла такая ситуация, что нам обрезали в Россию огромное количество важных пигментов. Там коричневый выпал, красный, зеленый, ну, в смысле, коричневый, красный, зеленый выпал, желтый, да, и диоксититана пропал кое-какое, да, скажем так. Не могу вам все рассказывать, да, естественно, вот. Но, и что случилось? И у нас, и у всех остальных производителей возникла патовая ситуация по пигментам, и поэтому в 22-м году начался переход по пигментам. Начали мы искать новых поставщиков пигментных паст, заново все рецептуры пришлось переделать, я их тысячи, тысячи. Вот, и поэтому в 22-м году можно было сделать, в рамках одной партии недопустимо, что было различие. Но в 22-м году было так, что вы можете купить одну партию, там оттенок один, а купите через, там, другую партию, немножечко будет отличаться. Мы в этом были не виноваты, и ни один из производителей был в этом виноват. Это все из-за санкций. Мы вообще столкнулись сейчас с чудовищной ситуацией по рецептурам, по сырью и по пигментам. Поэтому сейчас есть небольшая такая турбулентность, да, на сырьем и рынке, на рынке сырьем и пигментом. Но мы стараемся за всех сил это преодолеть. А до 22-го года вообще все было идеально, и партии от партии были максимально, ну, они просто были идентичны. Никаких проблем не было. Вот, по колировке. Колировка – это такая история, да, вы знаете, что даже когда мы на плотере печатаем наш проект, может что-то случиться, и цветовые решения будут отражены при печати неверно, да. Неоткалиброванный монитор, неправильно настроенный цветовой профиль принтера, непрочищенные дюзы, какой-то, как бы, косяков много, да, может быть. То есть правильное обслуживание колировочного оборудования – это залог правильной колировки. Тот, кто колирует, он должен определенный регламент соблюдать. У всех ребят, которые обслуживают этот аппарат, у них он есть. Но, к сожалению, не все его соблюдают. Ну, как знаете, не каждый чистит зубы по утрам, к сожалению. Вот, поэтому здесь надо тоже смотреть, кто хорошо колирует, а кто не очень. Наверное, те продавцы, кто не умеет колировать, не хочет это делать, не следит за самооборудованием, с ними сотрудничать не надо. Вот. Так, можно ли попасть к вам на производство? Так, нам можно попасть на производство в рамках каких? Вы можете попасть в рамках какой-то группы, там, в рамках проектного отдела. Если вы соберете просто, вы можете вместе со своим партнером попасть там на производство, там, с бригадой маляров, либо с торгующей организацией, которая у нас еще никогда не была на производстве, но она должна являться нашим дилем обязательно. Вот. То есть есть возможности попасть там на производство. Либо, например, с нами связывайтесь и говорите, Алексей, у нас тут есть там 20 человек, таких-то вот ребят, да, которые хотели бы пройти обучение там на тему, я не знаю, там, окрашивание свалика, там, да, например, или там дерево защитные материалы, работа с кистей. Пожалуйста, да, мы можем для вас это обучение создать, поставить в график, и вы, когда приедете к нам на завод, мы вам покажем, сделаем экскурсию. То есть это мы делаем. Друзья, так, я пока читаю вопросы, но они, я вижу, прибавляются, так, какие рекомендованы цены примерно. Ну, смотрите, TexColor, если говорить о розничных ценах, то, например, самая лучшая, самая дорогая краска TexColor Genesys Soft Matte, это где-то 21 тысяча рублей за 9 литров. Вот, это краски, которые, ну, там такое количество очень интересных компонентов, да, которые позволяют, собственно, поддерживать тот уровень качества, удобства в работе, которые требуются вам. Вам нужно, как дизайнер, что? Долговечность самого покрытия, ожидаемый эффект по фактуре и текстуре, долговечность этой фактуры и текстуры, цвет, который долго будет держаться, стойкость к механическим физическим воздействиям до определенного предела, разумеется, да. А маляру нужно, чтобы все то, что вы сделали на рендере, он мог воплотить руками, без сюрпризов, без нюансов, без каких-либо подстав и подводных камней. То есть краска должна четко делать то, что он от нее хочет. Катиться с валика, дуться с безвоздушника, лететь с турбинки, без после кистей не оставлять полосы и так далее. То есть никаких нюансов, ни пузырения, ни кракелюра. То есть, кстати, я пропустил слайды, где я показывал, что наша краска, вот, кстати, премиальная краска, да, хорошо, что вспомнил. Посмотрите, мы берем и тестируем ее на перелив. Обычная краска выдерживает примерно 200-300 микрон слой. Здесь мы, так сказал Рженезис, дуем, 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 дуем. На гипсокартоне 1 мм легко висит, 1000 микрон не подрывает. На шпатлевке до 600 микрон мы уверены. Некоторые люди нам не верят просто, пока сами не увидят, потому что некоторые боятся больше 250 микрон задуть и уже думают, что краска подорвется, потому что работали раньше другими красками. У нас краски на шпатле держат 600 микрон. При этом, при всем, после того, когда этот миллиметр-два миллиметра высыхает, никакого кракелюры нет. То есть беспрецедентно устойчивость краски к образованию вот этих мелких трещин. Кракелюры нет. Это просто праздник для маляра. То есть он задувает огромный толстый слой. А где у него может получиться проблема? В углу, например. Он одну стенку покрасил, нанес туда 250 микрон, переходит на другой 250 микрон, а в углу у него может получиться 350, а может быть и 500. И, как правило, в углу возникает такая вертикальная трещина. Вот с такими красками, как так сказал Орджинелис, этого просто не будет. На лепнине тоже, да, очень часто можно перелить, и может образоваться кракелюры. Представляете, да, сколько придется переделывать. Поэтому маляру нужна краска высококлассная, которая идеально растягивается, которая очень гладкая после высыхания, которая держит степень блеска, как заявлено, которая позволяет ему, там, прощает ему некоторые ошибки в подготовке основания, подложки в нанесении, не дает кракелюру, отлично раскрывается факел. Все вот эти вещи очень важны. При этом он раскрывается не просто на 200 барах, когда тебя вот так вот, да, как бронсбой дал пожарник, а когда ты спокойно с ним как бы работаешь, как будто, не знаю, там, у тебя парфюм какой-то, в руке баллончик, ты спокойно его используешь. Так, сейчас в моду вошли матовые моющиеся краски с так называемыми закрытыми порами. Это полифракционный наполнитель. Смотрите, Владислав, я не знаю, как другие реализуют этот момент. Закрытые поры – это больше, наверное, маркетинг, да, но мы реализуем это следующим образом. Мы добавляем некие компоненты. Я просто подозревал, что у нас не будет времени на это. Скажем так, мы когда глазами смотрим на краску, и она почему матовая? Потому что у нее на поверхности есть огромное количество некронеровностей. То есть по факту вот это как, знаете, из космоса. Мы смотрим на Альпы, и вроде как все ровно, да, а если вот мы как человек окажемся где-нибудь на курорте горнолыжном, мы увидим огромное количество неровностей вокруг себя. То же самое и с пленкой краски. Вроде мы смотрим, она гладкая, а если мы станем микробом, мы окажемся в какой-то горном массиве. Так вот эти горы, пока мы на них смотрим глазами, они рассеивают свет. И если мы на них прольем какую-то грязь, вот туда, в эти, собственно, в эти долины, этих гор, в эти вот низины, вся эта грязь зайдет, и там засохнет. А еще глубже может пойти в пещеры, в общем, проникать вглубь краски. В эти вот так называемые поры. Что сделать с краской, чтобы она была глубокоматовая, чтобы она рассеивала за счет неровности свет, но чтобы она не пачкалась? Нужно как бы заламинировать эти горы, нужно на них налить что-то такое прозрачное, что потом застынет некой такой пленкой. Мы смотрим на эту краску, она у нас гладкая, потому что мы как бы заламинировали их. Мы вроде как видим, что это горы, да, что, ну как бы мы, пардон, забыли про горы, мы видим, что краска матовая, она рассеивает свет, но когда мы трогаем ее рукой, она гладкая, не шершавая, и когда мы проливаем условно кофе на эту краску, то мы легко стираем, и как будто ничего нет. Это очень грубо, я вам описываю, как это делается. Каждый производитель по-разному решает этот вопрос, у каждого свои ноу-хау. У нас еще раз такие краски, это дюф, самый начальный с таким эффектом, это дюфа премиум керамат, потом чуть побольше, да, заварки мы добавили, получается дюфа хом ультрамат, и самый такой наваристый, да, наш состав, это текст колор дженезис софт мат. Она самая бронебойная. Она, знаете, там бывает, показываешь, вот мы проливаем пятое, десятое, стираем, и кто-то говорит, слушайте, да вот эта краска, вот краска там Y, она тоже так может. Я говорю, да, но давайте посмотрим на эту краску Y, выясняется, что эта краска полуглянцевая или там, например, матовая, но не абсолютно матовая единичка. То есть здесь больше связующего, например, да. То есть там всегда есть какие-то вопросы. И когда мы начинаем проверять, оказывается, что оказывается, не так сильно эта краска держит. То есть, друзья, никогда не верьте никому, в том числе и мне. Всегда старайтесь по возможности делать сравнение в одинаковых условиях тех или иных красок. Так, закрытые поры. Есть, в общем, да, такие краски. Советы начинающим дизайнерам, как выбирать поставщиков красок. Ну, собственно, весь себинар был про это. Вы должны убедиться, что компания давно существует, что у нее есть определенные принципы, да, которым она следует. То есть, ну, вот, например, да, есть какая-то краска от какого-то поставщика, и вы видите, что на нее на банке написано такая, сякая, и все замечательно, там, 15 лет защиты и все остальное, да, сервис. Вы начинаете звонить на сайт, никто трубки не берет. Вы пытаетесь общаться с техподдержкой, вам хамят, да, обещают что-то, не присылают. Или вы видите там 15 лет защиты, заходите на сайт, никакого протокола, ничего нет. Звоните в техподдержку, говорите, а почему у вас 15 лет защиты? На основании чего? Есть ли у вас протокол испытаний от лаборатория, кредитованных Минстроем, например? Вам говорят, начинают люди плыть, говорят, да, да, все есть, и ничего не присылают. То есть ложь, обман, везде неправда. И уже как бы понятно, что этот поставщик не очень, да, хороший вариант для сотрудничества. А если вам говорят, дорогой друг, смотри, вот у нас есть, во-первых, для тебя такое количество обучений, у нас вот эти краски, мы их разрабатываем таким-то образом, есть такие-то протоколы, которые мы под них делаем, да, в таких-то вот независимых лабораториях. Ты можешь на них взглянуть. Или, например, сейчас этих протоколов нет, но мы их делаем, будут они готовы через два месяца, пардон, да, потому что краска новая, а испытания эти длинные. Вот. То есть если вы видите, что как бы все прозрачно, вам везде идут навстречу, сервис везде максимальный, раздатку вам дают, краску пощупать, потрогать можно, на завод приглашают, ничего от вас не утаивают. И в сравнении с конкретным продуктом вы видите, что краска в игре, да, почему не сотрудничать с такими компаниями? Вот. Ну, все эти компании на слуху, я, в принципе, наверное, в рамках этики не буду их называть, я думаю, все догадываются, о ком речь. Вот. Это уважаемые компании, которых тоже тряхануло из-за ситуации, которую мы сейчас имеем, но они тоже с ней справляются и потихонечку возвращаются в игру. Так, большое спасибо, очень много полезной информации. Анна, ну вот еще раз, как работать все-таки начинающим дизайнером? Просто пробуйте общаться с компаниями. И кто общается, тот, значит, достоин вашего внимания. Кто вам навстречу идет, тот будет для вас с вашим партнером. Бывает так, что вы и нам, может быть, позвоните, и все будет не очень. Так, Светлана, я понял тайминг, да. Да, я все-таки дала вам еще деньги. Я просто вижу, что вопросы есть, да, и я... Да, да, да. Друзья, если есть еще какие-то вопросы, вопросы тоже, пожалуйста, пишите. Если все уже вопросы исчерпаны, пожалуйста, пишите благодарности, обратную связь, хотя я вижу, что вас уже здесь искупали в благодарностях, Алексей. Да, очень приятно, друзья. Действительно, да, это очень приятно. Алексей, скажите, вот все-таки, да, еще раз. Вот Алла, да, задает вопрос по поводу начинающих дизайнерах. Все-таки Дюфа, она торгует напрямую или работает только через дилеров? Нет, мы напрямую не работаем, мы работаем только через нашу дистрибьюторскую сеть. Да. Но при этом, если, допустим, у дизайнеров есть какой-то там глобальный заказ или что-то еще, они могут обратиться к вам для того, чтобы, ну, условно говоря, поставить какую-то защиту проекта, получить консультацию. Чтобы мы скоординировали, да, мы в рамках региона выберем для вас дистрибьютора, по этому дистрибьютору действует объектный регламент. Собственно, я автор этого регламента, то есть можно и ко мне обратиться, можно обратиться к нашим ребятам, которые отвечают за тот или иной регион. Смотрите, то есть вы можете общаться как через нашу дистрибьюцию, так и через нас, но продажи всегда будут через дистрибьюцию. Вот мы, как завод, мы открыты для общения. И вот тот же Dufo Club, это еще раз максимально открытая площадка, ну, и там можно найти меня и написать мне в личные сообщения, можно Анатолия Филипенко, нашего продакт-менеджера найти, связаться с ним, ну, и с нашими ребятами, руководителями отделов продаж по региону. Мы все открыты максимально. Вот Дмитрий пишет. Спасибо, как всегда, на уровне. Привет из Питера. Друзья, но я вижу, что вы еще не расходитесь, поэтому, но я не вижу ваших благодарностей. Все сидят еще ждут какой-то Алексей Датман для вас. Друзья, ну, не стоит на самом деле. Мы все-таки здесь для вас собрались, а не вы для нас. Так что если Светлана еще нас не выключает, наверное, мы еще можем общаться. Ну, вот да, я как раз жду еще парочку вопросов, или бы все уже перегрузились, да, информации о красках. Вот, все, отлично. Друзья, ну, например, Ленинградская область, да, вот смотрите, это рендеры пока еще. Мы делаем новый шоурум, вот наша компания AltX, да, наш дистрибьютор по Ленинградской области. Вот, пожалуйста, они сейчас делают новый бутик, где будет представлена линейка TextColor и Home. Вы сможете туда прийти и получить, во-первых, партнерскую программу, да, и максимальный сервис. Вот на юге мы сотрудничаем с компанией Центра Красок, компанией Краски.ру, наш партнер. В общем, вы, если зайдете в интернет, вы всегда найдете, с кем поработать, но и мы также всегда на связи. А вот еще тоже, Алексей, а вот Ольга пишет, можно обратиться за технической консультацией напрямую, да, как Алексей только что сказал? Да, можно, да, можно. Конечно, смотрите, друзья, прошу только понимать правильно, не обижайтесь, если мы оперативно не подпрыгиваем, да, на телефонные звонки. У нас очень тоже много работы, поэтому я с коллегами, мы приняли решение, что мы должны создать Dufo Club канал, где вы можете просто написать, и мы это, конечно, всегда увидим. Ну и плюс наши почтовые ящики всегда открыты для ваших обращений. А вот, знаете, Алексей, тоже вопрос. У нас такая дизайнерская аудитория, это раз, во-вторых, мы все-таки встречаемся с вами в рамках конкурса дизайнеров интерьера, да, и вот скажите, сейчас достаточно модно, в России стало разрабатывать дизайнерские линейки и дизайнерские коллекции. Вы как сам архитектор по образованию, нет ли у Дюфа такой, в планах такой идеи или что-то еще, ну, некую палитру красок. Я уже сказал, что вы, наверное, заметили, некоторые коллеги со мной не согласятся, поэтому сейчас это мое личное мнение, не позиция компании. Я на это смотрю несколько, ну, так скептически, знаете, это как вот, можно, я к этому отношусь как к плейлистам по музыке, да, вот стало модным делать плейлисты, но нот всего семь. Я предлагаю отталкивать все-таки от нот, от пигментов, и имея те или иные ноты, мы можем создать любые плейлисты, соответственно, имея те или иные пигменты, лабораторию колористики и доступ к ней, да, если вы работаете с нами, вы сможете создать любые цвета от себя, но все же палитру мы тоже сейчас создаем. В рамках линейки Дюфа Хом будет наша собственная палитра, я наступил, она уже создана, и сейчас печатается постпродукция по ней, в том числе в эти чемоданчики дизайнеров. Все будет, и это все будет доступно в наших шоурумах, в наших бутиках, все будет лежать и стоять. И если вы будете участвовать, если вы начнете сотрудничать с тем или иным нашим партнером по дистрибьюции и вступите в партнерские отношения, вы, собственно, будете снабжены всем необходимым для вашей работы. Это можно получить у дистрибьюторов или у вас, например? Нет, не у нас, это только у дистрибьюторов. То есть наш отдел маркетинга распределяет все это по дистрибьюторам, дистрибьюторы все это распределяют по точкам, и в конкретной точке вы можете получить тот или иной материал демонстрационный. Или же, знаете, можете просто обратиться в наш отдел маркетинга, написав, что я такой-то, такой-то, мне нужно то-то, тот-то, я в таком-то регионе нахожусь, где мне забрать это? Ольга тоже дает вопрос, сколько стоит индивидуальная колировка, если какой-то оттенок преснется? Лесницы, да, вот тут, может быть, знаете, бывает так, что оттенок пастельный, да, самый-самый ненасыщенный, буквально аппарат добавляет две капельки в краску, в базу, и это практически ничего не стоит. А бывает, что вливается очень много пигмента, и, как я говорил, это может доходить до нескольких тысяч рублей. Поэтому здесь каждый раз не угадаешь, но в целом я могу сказать, что колировка может стоить от 100 рублей до 10 тысяч рублей. Но, как правило, это касается не интерьерных оттенков, а фасадных цветов. Если, например, заказчик пришел и хочет очень сложный цвет на фасад, который точно в органике будет сильно выгорать. И, например, вот Coca-Cola Red, да, цвет, красный, красный цвет на фасад, чтобы не выгорал, это очень дорого. Вот такой цвет, как у нас сейчас на слайде, это очень дорого на фасад, если это не органика. Очень, там, максимальный черный цвет на фасад, это вообще абсурд, потому что он очень сильно нагревается. Это тоже очень дорого и, как правило, плохо заканчивается. В общем, чем темнее и насыщеннее цвет на фасад, тем это дороже. А для интерьеров это, как правило, не так дорого стоит. Но, в общем-то, разбежка серьезная, да. И, как я вам говорю, за 10 литров, от 2 рублей до 10 тысяч за бедро. Все зависит от количества пигмента. Пигменты нынче дорогие, качественные пигменты, качественные, подчеркиваю. А плохие пигменты выгорают, как фломастеры из нашей теперь любимой соседской страны. Так, Ольга, имею в виду саму услугу, ничего экстра, только пигменты. А услуга ничего не стоит, стоят только пигменты сами. То есть, вам не соколируют, а стоимость берется только за пигменты. Так, Ольга, надеюсь, на ваш вопрос ответили. Так, ну что, Алексей, давайте в завершение, поскольку, как я уже говорил, да, мы, друзья мои, встречаемся с вами в рамках открытых вебинаров конкурса «Дизайн перспектива». Я еще разочек скину вам ссылку на сайт конкурса. Пожалуйста, задавайте вопросы. И вот, Алексей, давайте пару слов, пару рекомендаций на прощание дизайнерам, которые участвуют в конкурсах, либо планируют участие в конкурсе. Вы, как представитель компании, партнера данного конкурса, что-нибудь разумное, доброе, вечное, от души? Может быть, свои какие-то профессиональные рекомендации? Потому что вы коллеги, в том числе. Я не готовился, но, в принципе, я могу экспромтом посоветовать самую главную вещь. Я хочу всем, кто является новичком и начинает только работать, сразу задумываться о собственном стиле и не бояться его отстаивать перед заказчиком. Потому что есть печальная ситуация, которая с вами может получиться, и это если вы будете всегда идти на поводу у клиента, и вы превратитесь просто в исполнителя, в чертежника, а не в художника. То есть все-таки, когда вы работаете в такой творческой профессии, как дизайн интерьеров или архитектура, хочется все-таки нести что-то от себя. И поэтому все-таки я вас предупреждаю верить в себя, в свою мечту, думать над своим стилем и отстаивать его по возможности. Это очень важно. Стараться быть профессионалом во всем, в том числе и в красках. Я понимаю, что краски – это лишь инструмент реализации вашего художественного замысла. Ни в коем случае они не должны стать во главе угла, но вы должны быть уверенными в том, что эти краски не отвалятся со стены, не подведут вас, и что заказчик будет доволен долгие годы, собственно, тем, что вы для него сделали и порекомендует вас дальше. Это самое-самое главное. И, наверное, я тоже добавлю, раз мы сегодня говорим про цвет, про краски не с колористической стороны, а с технической, но все равно. Друзья, конкурс – это прекрасная возможность проявить себя и сделать то, что, допустим, вы не можете сделать своему заказчику, поэтому используйте палитры, используйте материалы, вдохновляйтесь, в том числе вдохновляйтесь замечательной компанией Дюфа и используйте яркие проекты, будьте ярче и влюбляйте в цвет своих замечательных клиентов.